Сейкред Вориор Считающийся среди своих людей священным мучеником, Сейкред Вориор не боится смерти и даже готов отчаянно стремиться к ней, чтобы принести андетам поражение. О, 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 вот он, вот он, о, 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 нападение. Прожми кнопки. У меня тут рипер будет залетать. Ой, 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 ну почти на вставочку, да? Давай попробуем на вставочку. Ух ты, смотри какой. Не надо, дядя, плиз. Оп, хорош. Не, ну это на вставочку. Если еще сейчас найкса заберу. Ультимейт. О, йо, йо. Не надо, дядя. Ой, йо, йо. Ой, йо, йо, йо. Вот это куда я по пальбе? Куда я по пальбе? Так, если что, БКБшка есть. Давайте нажмем. Потому что мало ли что, Сладар прыгнет. Вот он, вот он. Отодвинем. Хорош. Дядь, ну не надо, плиз. Ой, хорош. Не, ну можно это прям на вставочку. Прям вот это уже по годненькам. БКБ, конечно, дизарм не смогу дать. Но, как говорится, отблинковаться от стана Этмон. Ой, йо, йо. О, йо, 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 парк, не душите, пожалуйста. Не надо риперов мне давать всяких. Всякие риперы мне не нужны ваши. Это хорош, дядя. Это жесткое что-то. Что вы от меня хотите? Всем привет, дорогие друзья. С вами я, Ксенанс. И сегодня у нас новый гайд. Но прежде чем мы будем разбирать новый гайд, конечно же, вот этих парней. Вот этих. Вот они, вот они. Это спонсоры. Вот как? Вот так. Вот они. Вот это спонсоры Ютуб-канала, конечно же, моего, которые поддерживают и продвигают его. Также они смотрят контент немного раньше и знают немного больше. Сообщество Ютуба. Я для них публикую иногда актуальную информацию. Ну и, конечно же, контент, который я делаю каждый понедельник и четверг, к слову, который выходит в 10 утра, они смотрят немного раньше. Вот так вот, ребятки. Поэтому, если кто-то хочет подписываться по спонсорской подписке, есть у нас там ссылочка в описании. И, конечно же, выбирайте уровень спонсорства, который вам нужно, и юзайте. Ничего сложного нет. Спасибо, ребятки, что поддерживаете. Ну и, в принципе, все. Можно приходить, как говорится, к разбору гайда. Друзья, у нас сегодня необычный гайд. Ну, как необычный? Можно сказать и обычный, но для кого-то будет необычный. Потому что сегодня у нас Sacred Warrior. Вот такой вот он жесткий, злобный берсерк. Это у нас Хускарчик. И сегодня мы узнаем, как работают его способности. Как работают у нас Inner Vitality. Как работает Burning Spear. Как работают Берсеркерс Блуд. Берсеркерс Блуд. Будет правильнее сказать, да? Потому что там промямлил, непонятно. И, конечно же, Life Brick. Как у нас все это работает, я сегодня вам объясню. Вмеете этот герой или нет? Сегодня мы узнаем. Досматривайте теорию до конца. Не пролистывайте. И поехали. Итак, друзья. Первая способность на нашем персонаже это Хилочка. Inner Vitality ее называют. И что она у нас будет делать, я вам сейчас расскажу. Тут есть множество нюансов, которые я постараюсь не упустить. Но, в принципе, давайте по порядку. Хотки у нас В. Прокачали мы данную способность. И что, и как, чего, и зачем. Можно эту Хилочку накидывать на союзника. Можно накидывать на себя. Можно накидывать на крипа, на крипа героя. Но накрипов героев, накрипов героев. Это будет работать немного иначе, нежели чем будет работать это на героев и на самих союзников ваших и на самого Хускара. Это все будет работать немного по-другому, нежели чем на обычных крипчиков. Давайте сейчас это применим и посмотрим. Тут у нас по описаниям очень множество всяких приколюх. Это мы будем разбирать, когда выйдет у нас вот тут вот табличечка. И мы будем это ковырять досконально. Давайте, поехали, ребятки. Смотрите, Хускарчик у нас стоит. И давайте слимем ХП и посмотрим, как у нас будет регенерация-то работать. И расскажу, в каких фазах эта регенерация у нас работает и как она должна работать. Сливаем хитпоинты Хускару. Сливаем хитпоинты Хускару. И давайте закидывать Хилочку. Все, слили мы ХП. Я не просто так сливаем ХП до определенного значения. Именно где-то сейчас процентов 32 у него здоровья где-то. Примерно так. 25-30 процентов здоровья. Накидываем на себя Хилочку и смотрим, как его сейчас хилит. Хилит очень-очень быстро. Смотрите, быстро-быстро хилит. Быстро-быстро. Раз. И остановилась регенерация. И медленнее начала его хилить. Это сейчас сработала пороговая вот эта фиксация Хила. Это у нас такой небольшой нюансик, который у нас есть. К слову, о чем идет речь? Открываем. Изучаем. Ребятки, данный Хил работает в несколько стадий. По-моему, в 3 или в 4 стадии. Если честно, я их не считал, но сейчас по ходу дела посчитаем. Первая стадия. Это фиксированная регенерация. А именно, это то есть бонус, который нам будет даваться 100%. Это образно как кольцо регенерации. Вот, да, вы там покупаете в магазине. Оно дает у вас плюс 5 ХП регена. Также это Хилка. Она дает определенное количество регенерации, независимо от уровней прокачки. Второй момент. Это у нас, конечно же, Хил от основного атрибута. Что такое основной атрибут? Это вот здесь вот штучка такая. Это вот сила, значит от силы будет Хил. Это вот здесь вот интеллект, значит от интеллекта. И ловкость, значит от ловкости. От основного атрибута. Это второй момент по Хилу. И третий момент, который у нас тут есть. Это если здоровье вашего героя или героя, на которого вы накидываете эту Хилку, будет ниже чем 40%, то этот хилл будет работать максимально люто. Как он будет работать, я сейчас буду рассказывать это на вот такой вот табличке, которая у нас уже выезжает. И давайте разбирать. Смотрите, тут есть множество нюансов, которые нужно учитывать, и сейчас постараюсь ничего не упустить. Поехали. Первое. Анимация применения. Полсекунды. Полсекунды для того, чтобы закинуть хилл. Следующий момент. Дальность применения в 800 единиц. Если вы накидываете на союзника, то, конечно же, дальность применения в 800 единиц. В принципе, приемлемое в драке можно накинуть. Следующий момент. Дополнительная регенерация здоровья. Это первый момент, о котором я говорил. Это фиксированная регенерация. Но обратите внимание вот здесь вот на информацию игровую. Здесь написано 10 хп регенерации, а на сайте 12. Чему верить? Если честно, я не знаю. И проверить эту тему довольно-таки тяжело. Это нужно сидеть, вычитывать, выгадывать. Сколько у нас будет, если будем хилить туда-сюда. То есть, кому тут верить, непонятно. Ну, короче, не ниже, чем 10 хп точно. Потому что в игре написано 10. Но я так думаю, по-любому на сайте опечатка. Не 12, а 10. Все-таки стабильная хп регенерация. Фиксированная будет всегда даваться. Следующий момент. Регенерация от основного атрибута выше порога. Это серьезный момент, который дает вам понимать. Дает вам понимание, сколько вы захилите себе хп ниже порога. Вернее, если у вас хп будут выше порога. Выше какого порога? Выше 40% порога. То есть, вот сейчас у нас уже больше, чем 40% здоровья. И основной атрибут у нас будет учитываться так. 5, 10, 15, 20% на ласт уровне. То есть, получается, если у вас хп ниже 40%, то весь атрибут у нас будет учитываться. То есть, весь атрибут будет захиливаться. А если выше, чем 40%, то будет в зависимости от уровня прокачки считываться так. 5, 10, 15 или 20%. То есть, на ласт уровне, если у вас хп будут выше, чем 40%, то основной атрибут будет учиться всего на 20% на ласт уровне. Надеюсь, это понятно. Следующая. Регенерация от основного атрибута ниже порога. Обратите внимание. Ниже порога. То есть, 20, 40, 60 и 80% от основного атрибута. В случае, если у вас ниже порога, вы будете себе захиливать. И, к слову, следующий момент. Порог здоровья 40%. Да. То есть, получается, вот такая вот у нас атрибутика. И сейчас мы еще раз ее прогоним, чтобы вы понимали, о чем речь. Далее. Длительность хилки 16 секунд. То есть, в течение 16 секунд у вас героя будет под таким жестким бафом, который будет постоянно считывать процентовки вашего здоровья и будет в зависимости от вашего здоровья давать вам хил. Надеюсь, вы эту тему понимаете. Следующий момент. Монокосты. 170 единиц всегда и перезарядка. 22, 18, 14 и 10. К слову, длительность 16, перезарядка 10. Этот спелл перебафается, если вы накинете его еще раз. Он не стакается. Он просто перебафывается. Далее. Я обещался вам поговорить о том, как говорится, разобрать момент о процентовках еще раз, чтобы вы понимали, как это работает на самом деле. Следующий момент. Смотрите. Разберем. Возвращаемся к табличке и еще раз прогоняем, чтобы вы понимали. Если у вас, если у вас хп ниже 40%, то основной атрибут работает на 80%. Если у вас хп выше 40%, то естественно будет хилка работать в 20% от основного атрибута. Надеюсь, вы это понимаете. Ну и в принципе все. Тут более ничего знать не нужно. Все мы это разобрали. Ребятки. Как эта тема у нас работает на БКБшных юнитах? Если союзник находится в БКБ и тем 230 пишем, нажимаем БКБ, вы спокойно сможете на него накинуть эту хилочку. Следующий момент, который у нас тут есть. Как снять эту хилку? Эта хилка снимается банальным диффузом. Что заставляет хускара, как говорится, подставить свою задницу в случае. Как вы знаете, хускар всегда у нас на лоу хп и хилку хрен пробьешь. Да, действительно, хрен ее пробьешь. Но если вы накинете на хуска диффузом, вы снимаете эту хилку и все, хускар не может регенерироваться. А если у хускара еще и хп ниже 40%, он бьет очень быстро и хилится очень сильно, то его очень тяжело убивать. Но если вы снимаете хилку диффузом, то гг. Ну и в принципе все. По inner vitality, надеюсь, вы поняли, друзья. Хилка работает на все 100% только тогда, когда порог у вас ниже 40%. И работает на 20% от основного атрибута только тогда, когда у вас хп порог выше, чем 40%. Надеюсь, вы поняли, да? Если не поняли, пересматривайте. А мы пойдем смотреть вторую способность. Итак, ребятки, следующая способность на нашем персонаже это burning spear. Это огненные стрелы, которые хускар может накидывать на оппонента. Они идут определенное время и наносят определенное количество урона в зависимости от уровня прокачки. При этом данная способность, если вы накидывать будете через специальный ход кей, будет увеличивать вашу дальность атаки и не позволять крипам оппонентов таргетиться, вернее таргетиться, триггериться на вас. Это довольно-таки важный момент, который заставляет, как говорится, полыхать оппонентов от вашего героя. Но есть тут и нюансы, как говорится, везде есть нюансы, ребятки. Данная способность не требует маны, у нее нет кгд, но она тратит ваше здоровье. А именно, 15 хп за одну стрелу. Вот такая тема, длительность одной такой стрелы 8 секунд. И в течение этой 8 секунд эта стрела будет, как говорится, поджигать оппонента и наносить определенное количество урона. Стрелы эти, как я говорил уже ранее, они стакаются. И давайте сейчас разбирать, как эта тема работает и какие тут есть фишки. Прокачали мы ход кей, эр у нас на эту способность. И вот так вот можно по ПКМу поставить автокаст. Автокаст, но используя автокаст, дальность атаки вашего героя, как она идет в стандарте 400 единиц, будет 400 единиц. Но если вы будете атаковать через эр, то дальность героя становится 450. При этом, как я уже сказал ранее, вы не будете триггерить крипов, которые будут на лайне вам мешать. То есть, образно, если я кликаю вот так правой кнопкой мыши на героя и на вас бегут крипы, это немного неправильно. То на хускаре будет правильно раскидывать просто через эр, через кнопочку, вот так вот стрелы. И никаких проблем не будет. Крипы не будут триггериться на вас. При этом и тавер также не будет на вас триггериться. Это очень важный момент. Следующий момент. Вы закидываете вот так вот на оппонента вот это горение. И что оно у вас делает? Оно у вас стакается, ребятки, стакается. Обратите внимание, я сейчас накидаю три или четыре стрелы. Вот так вот пять, вот так вот шесть накидаем. Вы смотрите, как его, так сказать, поджигает нашего визажика. И эти стрелы наносят урона очень много получается. То есть, они стакаются независимо от других, как говорится, попаданий этих стрел. То есть, если вы накидали еще две, вы следующий не перебафаете. А именно, они работают независимо, ребятки. То есть, одна стрела идет 8 секунд, вторая, третья, четвертая и так далее. У них нету, так сказать, никакого лимита. То есть, можно накидывать чуть ли там не в бесконечности. И можно очень жестко раздамаживать. Следующий момент, какой у нас тут есть. Данная хилочка позволяет... Ой, хилочка, я прям уже... Я хочу просто про этот хил рассказать, уже немного поплыл. Данная способность, а именно вот эта горящая стрела, ее можно заигнорить с помощью хила. Но, как это сделать, ребятки? Вот у нас сейчас стрела первого уровня. Если она у нас будет первого уровня, то можно под этой стрелой хилиться. Если второго уровня, то тоже можно. Если третьего уровня, то тоже можно подхиливаться под этой стрелой. Смотрите, я просто накидываю на себя хилку и спокойно хилюсь. Но в случае, если вы проапали вот эту стрелу уже в четвертый уровень, как у этого хускарчика, которого я выделил, то хилка уже не поможет вам. Вы не сможете захиливаться. Видите, она сбивается. Она начинает сбиваться, эта хилочка. И, к сожалению, вы не сможете пополнить себе здоровье. Тем самым, так сказать, законтрить хускара. Законтрить хускара второй спелл вот этой обычной хилочкой. Это вам очень важный такой контроль. В случае, если вы стоите на меду против хускара, и он еще не апнул стрелы в четверку, вы можете спокойно с ним подраться. И, если вы его убьете, успеть накинуть на себя хилку и выжить. Вот такая вот небольшая фишечка. Ну и что ж, самое время, наверное, разобрать у нас вот тут вот табличку, ребятки. Табличка выезжает. И давайте смотреть, что у нас тут делается. Дальность применения 450 единиц. Как это работает, я уже рассказал. Если тычкуете на таргет и через сходки R, то 450. А если просто на автоказ, то 400. Следующий момент. Здоровье за удар. 15 хп. То есть, это хелл кост. То есть, для того, чтобы кинуть одну такую стрелу, вам нужно потратить 15 здоровья. К слову, засуицидиться вторым спеллом нельзя. То есть, вы никак не засуицидитесь вторым спеллом. То есть, если вы в лоу хп будете накидывать стрелы, то у вас будет постоянно 1 хп. В ноль они не уходят. Следующий момент. Периодический урон. 5, 10, 15 и 20. То есть, это именно тот ДПС, который вы прокачиваете в зависимости от уровня прокачки. То есть, на ласт уровне одна стрела будет в секунду наносить 20 демеджа. При этом магического. Обратите внимание, это магический урон. Ну и длительность, конечно же, одной стрелы 8 секунд. То есть, 8 секунд будет дамажить по 20. 20, 20, 20. Это на ласт уровне. И, естественно, будет раздамажить оппонента очень сильно. Данная способность, вторая способность у нас блокируется БКБ хами. То есть, если там ИТМ-230, допустим, 230 артефакт, то, конечно же, вы будете сейчас накидывать. Да, то есть, вон там раз накинули, там два накинули, он нажимает БКБ. Конечно же, эффект на нем есть. Но БКБшка, как говорится, блокирует этот магический урон. И вот так вот эта тема помогает. Нет у нас развеивания. Поэтому есть вот такой прикол. Если вы еще, как говорится, находитесь в БКБ. То есть, давайте сейчас БКБшку просто сольем. В 5 секунд. И посмотрим, будет ли у нас наноситься урон. Если я сейчас просто накидаю стрелы, нажму БКБшку, и далее посмотрим, что будет происходить. То есть, образно раз, там БКБ, хорошо. Мы блокируем сейчас магический урон, и он сейчас выйдет с БКБ. Будет ли наноситься дэмэдж? Смотрите, дэмэдж наносится. То есть, естественно, БКБ частично заблокирует у вас стрелы, вот эти огненные от Хускара. И тем самым, как говорится, немножко вас засейвит. Следующий момент. Не блокируется Линкен Сфера. Так как можно, блин, эти стрелы накидывать таргетно. Но тут Линка и никак это, как говорится, Линку так не позбиваешь. Следующий. Это не уникальный модификатор атаки. Да, это один из важных моментов. Второй спелл. Это не уникальный модификатор атаки. Значит, сюда можно Дезолятор, можно Доминатор, можно Скайди. Что вам ближе? Ну, я обычно беру Доминатор и просто включаю стрелы на автокаст, залетаю в оппонента и начинаю бить. При этом, не выключая стрелы, вы спокойно отхиливаетесь. Все. Вот такая тема. Ну и, конечно же, эти стрелы нельзя развеять, как вы уже посмотрели. Диффузиалом мы точно не можем. БКБшка также не диспеллит. И вот такой вот у нас спелл. Сколько в совокупности можно нанести демеджа? Смотрите. Всего наносит 40, 80, 120 и 160 единиц урона до учета сопротивления. То есть, образно, если вы кинули одну стрелу четвертого уровня, то, получается, она у нас наносит 8 умноженное на 2. Это 16. 160 демеджа, как говорится, без резистов. То есть, без учета резистов. Но вы все знаете, что в доте у всех героев, в принципе, есть определенный резист. У большинства героев он 25. У мипа это 30. У визажа это 15. То есть, стандартный резист. И у Хускара, по-моему, еще 15, насколько я помню. Хускар тоже такой, не резистерский. Но это для баланса, потому что третий спелл уже не за горами. И сейчас мы узнаем, что у нас делает третий спелл. Поехали. Ну что ж, друзья. Следующая способность на нашем персонаже не менее интересна, нежели чем была вторая способность или будет четвертая способность, а именно ультимейт. Берсеркерс Блад. Данная способность позволяет Хускару ускоряться в скорости атаки и становиться более невосприимчивым к магическому урону. Данная способность работает у нас весьма специфично. Для того, чтобы ее активировать, а к слову, это у нас пассивка, вы должны потерять определенное количество здоровья. Но об этом сейчас мы и поговорим. Ходкей у нас Б, прокачиваем данную способность, и как видите, это пассивка. И что у нас будет делаться, когда мы будем терять 7% здоровья. То есть, весь Хускар при прокачке третьей способности у нас становится как 1 большой процент. А именно, 100% здоровья у нас сейчас на Хускаре, и сейчас у нас пассивка не работает в принципе. То есть, сейчас Хускар находится у нас в стандарте. В стандарте в скорости атаки и в стандарте по магическому сопротивлению. И далее. Если вы потеряете первые 7% здоровья, то есть, у вас первые 7% здоровья теряются, то вы получаете 1 заряд. И таких зарядов у нас сколько там? По 7, вот так вот и получается. То есть, весь Хускар, все его здоровье разбито на эти проценты. И получается, что Хускар у нас начинает, в зависимости от потерянного здоровья, разгоняться и бить немного побыстрее. Обратите внимание, какая сейчас у нас скорость атаки. И какая сейчас. То есть, когда у нас 100% здоровья, мы бьем немного помедленнее. Также это касается резистов. Резисты абсолютно так же работают. Когда вы теряете 7% здоровья, от максимального запаса, то, естественно, пассивочка у вас немного проапывается. Как она проапывается? Здесь у нас наглядно все расписано. Именно в игре. Если касаемо этой таблички, которая у нас тут есть, тут немного по-другому все. Тут уже, я понимаю, высчитано уже все, что есть. И тут написано максимальная дополнительная скорость атаки и максимально дополнительное сопротивление при определенных процентовках. Но, мне кажется, по игровому намного легче будет объяснить, чем вот по вот этой табличке. Смотрите. 3% на первом уровне магического сопротивления за потерянных 7% здоровья и 14% скорости атаки за потерянных 7% здоровья. Это на первом уровне. На втором 4% магического сопротивления и 16% скорости атаки. На третьем 5% магического сопротивления и 18% скорости атаки. И на четвертом 6% магического сопротивления и 20% скорости атаки. А по этой табличке тут написано так, максимальная дополнительная скорость атаки 196, 224, 252 и 280, это если ваше здоровье уже находится, то есть в максимальном значении, а именно если у вас здоровье просто в 10%, то есть вот такая вот приколюха, я не знаю, зачем тут надо было так расписывать, это немного непонятно для обычных юзеров, для меня, например, понятно, а для вас это будет непонятно. Следующее, максимальная дополнительная скорость, дополнительное сопротивление, 42, 56, 70 и 84, когда у вас 10% здоровья, у вас 84 magical resistance и скорость 280, то есть тут вот так вот и понятно, то есть тут уже конечный результат написан, который вы получаете за потерянное все здоровье, тут максимальная дополнительная и максимальная дополнительная, то есть написано, вы это должны понимать. Но нужно понимать такой момент, что, как я уже говорил ранее, весь хускар у нас, весь его хп, вот этот хп бар разделен на вот эти проценты, то есть если вы образно потеряете половину, то есть получается половину здоровья, то есть это получается у нас сколько? По 7% половина, то есть 50 делим на 7, это сколько нам получается, великая математика здесь у меня начинается, короче, ну ю нафиг эту математику, пацаны, сори, я это дописывать не буду, я не математик, все, я пошел, все, меня нету. Ладно, дописывать-то все равно гайд надо, 6, просто я не знаю, как вам это посчитать, ребятки, но получается, короче, 7, 7, 7, 7, 7, так, если 7, 7 и 3, это 21, потом у нас получается, сколько там, 21, 28, да, 28, там туда-сюда, это уже 4 заряда получается, 28, 4, 5, короче, 6, 7 зарядов вы получаете, и получается эти 6, 7 зарядов умножаете на уровень вашей процентовочки, то есть уровень вашей прокачки, то есть на 6% magical resistance и на 20% скорости атаки, и получаете сухой результат, то есть получается, это примерно работает где-то так, я аж покраснел, честно, ребят, я не математик, но работает эта пассивка довольно-таки круто, если честно, но раньше была круче, когда давался дамаг, там было и понятнее, и прикольнее, и красивее. Ладно, не суть, данная способность работает у нас в БКБ, то есть если хускар сам находится в БКБ, то все отлично работает, данную способность нельзя использовать у иллюзий, то есть если у вас лоу хэповые иллюзии, вы там заряжены, при этом, кстати, еще есть индикатор, обратите внимание, пацаны, индикатор есть, когда у вас хэпэ становится ниже 40%, у вас появляется индикатор заряженности, то есть сейчас мы прям такие быстренькие и атакуем очень круто. Это тоже интересный такой момент, факт, не знаю, на что он влияет, но, конечно же, это тоже имеет место быть. Далее, у иллюзии эта способность не работает, то есть иллюзии не будут быстро бить и очень сильно сопротивляться магии, вот так будет правильнее. И, конечно же, данную способность можно отключить с сильверейджем, да, то есть если вы ударите по хускару с сильвер, то есть итем, по-моему, там 75, давайте итем 75, это у нас вот такая штука, она нам нужна, и итем силв, силв, вот так вот. Вот, атакуем, и обратите внимание, о, мы, короче, выключаем пассивку, суицидим хускара, и, конечно же, гайд на этом как бы должен закончиться, потому что хускаров у нас больше нету, жесть. Короче, я просто четкий гайдер, пацаны, чтобы вы понимали. В целом, давайте сейчас еще раз разгоним хускарчика, у него сейчас пассивка тут в 4, и бэкстебом, опа, и смотрите, как мы сейчас будем лупить. Никак, абсолютно, вообще, посмотрите, нет скорости атаки, и как только у нас сильверейдж падает, мы начинаем бить намного быстрее. Это значит, что сильверейдж отлично работает против хуска. Ну и, конечно же, наши вот эти стаки нельзя развеять. Ребятки, вот такая вот у нас получается третья способность, наша пассивочка. Главное, запомните, что за каждые 7% потерянного здоровья вы будете улучшать вашего хускарчика и немного его разгонять. Надеюсь, эта тема вам понятна. Блин, вот я уже вижу, как пишет кто-то комментарий. Хен, что ты там об этой пассивке мусолишь так долго? Это же просто пассивка. Ребятки, тут столько нюансов и столько математических расчетов, которые вам реально могут помочь в игре. Что я просто не знаю. Ну и все, в принципе. Погнали, ребятки, рассмотрим сейчас ультимейт и закончим эту теорию. Ну что, ребятки, остается у нас самая крайняя способность. Это, конечно же, лайфбрик. Данная способность у нас очень интересная. И это основная способность хускара, я считаю, потому что она позволяет слить огромное количество здоровья оппоненту. Ну и при этом, как говорится, без потерь не обходится. Мы также теряем здоровье, но при этом оппонент очень сильно замедлен. Замедлен он просто на нереальное количество процентов. И при этом еще огромное количество здоровья вы также можете снять оппоненту. Но это не самое главное. Самое главное то, что хускар при этом еще и диспелится как Криса. То есть, если на нем есть какие-то негативы там всякие, то он спокойно их снимает в случае, если на кого-то прыгает. Давайте прокачаем и посмотрим, что у нас будет происходить. Ходки у нас F прокачали данную способность и дались применение этой способности 550 единиц. Что у нас будет происходить, когда хускар на кого-то набежит? Давайте вот так вот проверим сейчас скорость передвижения нашего, так сказать, вот этого визажа. И посмотрим, как он сейчас двигается. Обратите внимание, с какой скоростью он передвигается. И если мы сейчас вот так вот сделаем, то сейчас на него наложено определенное замедление. И раз, а замедление закончилось. Это очень довольно-таки интересная тема, которая позволяет хорошо замедлить. Это показалось, что мало замедляет. Но замедление у нас тут по процентовкам. Которое, кстати, указано здесь по уровням прокачки. Это мы тоже будем разбирать. Следующий момент, который у нас тут есть. Это, конечно же, дебаф самого хускара. Давайте еще раз поставим его на патруль. Но сначала вот так вот сделаем. И пошел у нас, смотрите, мы задебафимся сейчас. Опа, мы задебафились. А на нем спел еще работал. То есть данная способность позволяет спокойно хускару избегать большинства негативов. Но айсбласт аппарата не развеивает. Поэтому рекомендую не нажимать под айсбластом лайфбрик. Потому что это все равно не снимется. Что мы можем снять? Фаталбанды можем снять. Можем снять первый спел, допустим, вот визажа. Что еще можем снять? Там сеточку какой-нибудь, фростбайт, замедление там различные. То есть это все можем спокойно поснимать. И нам за это ничего не будет. Вот такая тема. Другой момент, который у нас тут есть, ребятки. Это вы обратили, наверное, внимание, что хускар потерял определенное количество здоровья. И он его продолжает терять, когда мы юзаем ультимейт. О чем это говорит? Это говорит о том, что хускар при ультовании на определенного героя теряет здоровье. Как наносит, так и теряет. Сколько он наносит и сколько он теряет. Сейчас мы это все будем разбирать. Смотрите. Данная способность по хускару нанесет 35% от текущего здоровья. То есть если у вас фулл хп и вы влетаете в оппонента, вы наносите, во-первых, оппоненту 35% от текущего здоровья. И также себе 35% от текущего здоровья тоже наносите. При этом это все магический урон. То есть, понимаете закономерность? У хускара магическое сопротивление. И с ультимейта вы наносите себе магический урон. Магический урон равный 35% от текущего здоровья. При этом это все в процентовке резиста. То хускар почти не получает демеджа, если у него раскачана пассивочка и он в кого-то ультует. Там вы почти не теряете здоровье. А оппонент, будучи имея большое количество здоровья, если у него фулл хп, потеряет тоже очень много. Но при этом у оппонента нет никакого резиста по сути. Ну 25% стандартный. Здесь вот тут у нас 15% резиста. И конечно же, при том, когда мы ультуем, мы сносим большое количество здоровья оппоненту. И сами как бы не сильно теряем. Но если у нас фулл хп, то тоже много потеряем. Самый кайф юзать ультимейт, когда у оппонента фулл хп. И вы, как говорится, залетаете и начинаете сливать. Это реально годная тема. Но если в случае, если вам нужно задиспелиться и как-то по драке подвигаться, то вы можете спокойно это поюзать. В общем, надеюсь, этот момент вы уловили. Следующий момент, который у нас тут есть, это замедление. Замедление в зависимости от уровня прокачки у нас, во-первых, накладывается сильнее. И во-вторых, ну, дольше оно идет. Это реально годная тема. Давайте откроем табличку и уже будем разбирать по табличке. Смотрите, выезжает табличка. Смотрим. Дальность применения 550 единиц. Текущее здоровье в урон по себе. 35%. То есть, если у вас в данный момент фулл хп, то 35% преобразуется у вас в минус резисты и, конечно же, выходит в обычный магический урон. То есть, столько хп вы себе там снимете. Ну, примерно 35% минус magical резисты, минус ваше здоровье от максимального и, получается, вы магический урон. Вы столько потеряете. Далее. Текущее здоровье в урон оппоненту 35%, но с агонимом чуть-чуть позже разберем. Тут есть еще и агоним. Да, агонимные цифры не смотрите, там большие цифры. Следующий момент. Замедление скорости передвижения. 40, 50 и 60%. На 60% на ласт уровне оппонент будет замедлен. И эта длительность будет у нас такая. 4, 5 и 6 секунд. На ласт уровне на 6 секунд оппонент будет замедлен на 60%. Но это замедление, насколько я знаю, оно снимается довольно-таки легко. Легко. Див 2, 4, 2. И посмотрим. Смотрите. Раз, два. Замедление мы сняли и побежали. Но есть еще такая приколюха. Обратите внимание. Сейчас у нас на оппоненте будет БКБ. И смотрите, что произойдет. Вы замедляете в БКБ. Да, то есть на БКБшного юнита это работает. Но вы можете это снять БКБшкой. То есть если Хускар в вас уже влетел. И вы нажимаете БКБ. То вы снимаете это замедление. То есть это работает так. Работает в две стороны. Может как и замедлить до БКБ, так и во время БКБ. То есть если у вас есть возможность замедлить до БКБ. То вы замедляете Хускаром. И вы можете задиспелиться БКБшкой. То есть тут такая двоякая тема. Тут нужно уже выбирать, что лучше. Но знаете, короче, что БКБшного юнита вы можете спокойно замедлить. При этом дэмэджа БКБшнику не нанесется. Но он замедлится очень хорошо. Это тоже нужно понимать, ребятки. Вот такой вот моментик. Следующее, что у нас тут есть. Перезарядка. Калдаун у нас 12 секунд. Монокост-то тут нет. Тут хелл кост, по сути, зависящий от вашего текущего здоровья. Минус 35%. Понимаете, да? Понимаете. Насчет БКБшного действия я объяснил. Можно снять это замедление БКБшкой. Можно не нанести дэмэдж в БКБ, но замедлить. Либо нанести до БКБ и развеять БКБшкой. То есть эту тему вы поняли, да? Поняли. Следующее. По касаемо аганима у нас тут это понятно. Чуть позже разберем. Давайте теперь итем линкен. Пропишем и посмотрим, как это будет работать. Итем 219. Поехали. Рабочая линка. Нажимаем. И, как видите, линочка у нас сбивается. И все работает отлично. То есть Хускар не может ультануть в линку. Следующий момент. Замедление можно развеять любыми развеяниями. Как я уже показывал, дефутилом и БКБшком мы спокойно эту тему снимаем. Следующий. Итем. По-моему, 21, насколько я помню. Да. Итем 21. Это у нас даггер. Что можно делать с помощью даггера, когда вы видите Хускара? Выкидываем линку и смотрим, что можно сделать. Хускар на вас набегает. Вы отблинковываетесь. И Хускар бежит за вами. Это как ставит в невыгодное положение самого Хускара, так и может самого оппонента поставить в невыгодное положение. Потому что он все равно полетит за вами. Но, если это использовать с умом, это довольно-таки серьезная контра Хускара. Потому что Хускара вы можете определить куда-нибудь под тавер. Или вообще там куда-нибудь, если драка есть вот здесь вот на ХГ, вы спокойно берете отсюда, блинкуетесь под колодец и еще быстро бегаете, то это будет просто жопка жопная. Как говорится, и Хускар будет в не очень выгодном положении. Так что вот такой вот у нас, ребятки, ультимейт. Самое главное запомнить основные моменты. От текущего здоровья вы наносите магический урон. Как себе, так и оппоненту. Это касаемо ультимейта без аганима. А теперь поговорим о аганиме. Итак, ребятки, прописываем сейчас аганим и посмотрим, что у нас будет происходить. Во-первых, что у нас дается? Красивый эффект. Обратите внимание, насколько он классный. Хускар такой, знаете, жопоподжигательный. У него есть такой красивый эффект. И следующий момент, самый главный. А именно, калдаун. 4 секунды. Это то есть, каждые 4 секунды вы сможете двигаться по драке, аккуратно, раздамаживая оппонентов и диспеляя себя весь негатив. Но это тоже не самое главное. Одно из главных, и одно из главных моментов, ребятки. Это 65% от текущего здоровья наносится в дэмэдж оппоненту. А на вас также работает 35%. Смотрите, как это работает. Погнали. Влетаем в оппонента. И у нас 35% снялось, а у него снялось целых 65%. При том, что это нереально люто. Это очень круто. Ребятки, больше половины хп вы просто сносите с ультимейта. Смотрите. Раз. Дальше. Бежим такие по драке. Окей. Два. У мипа 30% резиста, поэтому ему чуть-чуть меньше нанеслось. И три сюда. Здесь 15% резиста, поэтому здесь нанеслось вообще очень много. Вы теперь видите, насколько хускар становится реально опасным. Аганим дает вот такую вот тему, ребятки. Диспейлимся, бегаем по драке. И, конечно же, наносим огромное количество дэмэджа оппонентам, зависящие от данного количества здоровья. Так что вот так вот, ребятки. Хаточка через Аганим у нас будет. Кстати, кстати, напоминаю. На моем канале есть много различных видосов, как я хускаром ваншотю, ваншотю оппонентов. Просто с ультимейта. Прыгаешь и уничтожаешь. Рекомендую посмотреть по ссылке в описании несколько видосов, ребятки. И обязательно, обязательно поставить там лайк, потому что видосы вот такенные. Рекомендую, рекомендую. Такую каточку в пабе, не знаю, получится ли у меня сделать, но через Аганим мы каточки сыграем. Ребятки, на этом все. Теория подходит к концу. Надеюсь, данный персонаж вам стал теперь немножечко, но понятнее. Как его юзать, я вам сейчас покажу уже на теории. Ребятки, надеюсь, никаких вопросов у вас не будет возникать по поводу данного персонажа. В принципе, я вроде ничего не упустил. Рассказал о диспеллах, рассказал о секретах второго спела. Рассказал о секретах первого и третьего. Ребятки, если есть какие-то вопросы дополнительные, в случае, если вы здесь не услышали ответа на этой теории, написать в комментарии, и я обязательно отвечу. На этом все, друзья. Приготовил для вас несколько каток интересных. ДД, конечно же, потом Мэджикл получается у нас, и еще дополнительный, как говорится, Дефолт, также имеет место быть. Ребятки, не забудьте поставить лайк на этот гайд, я постарался. И приятного просмотра практики. Поехали! Так, ну что, друзья, загрузилась у нас первая каточка сегодняшнего Хускара. И что мы должны делать? Конечно же, первую игру мы идем на центральный коридор. Далее, что мы должны сделать? Конечно же, забанить самый неприятный контрпик. Это, конечно, я считаю, что это, возможно, аппарат, потому что аппарат может не давать регениться Хускару, когда на нем висит Хилка. А ведь когда на Хускаре не висит Хилка, то тогда это ГГ парень. Да. Такая вот у нас тема. Итак, следующее, что мы должны сделать? На лас секунде баним. Чтобы оппоненты не поняли задумочки. Все, есть, отлично. Далее, чего в целом боится у нас Хускар? Ребятки, Хускар это такой герой, который боится физики. И физику он реально очень сильно боится. Вот, например, Бонник будет физушник самый сильный в этой катке, да? Вот он будет пробивать. Мартретка там, знаете, Мартретка вообще лютая контра на самом деле Хускара, потому что у нее есть промах, и она будет очень сильно душить. Если она при большом, при небольшом, вернее, бусте будет, то она будет спокойно убивать. Поэтому Хускарчикам такое дело. В принципе, я напоминаю, что в описании есть ссылочка на то, что как контрить Хуска, это первый момент. Второй момент. Там есть видосики с... с контентом. Хускар ваншот. Сейчас мы сыграем дефолтную катку, постараемся ее закончить где-то примерно на 30-35 минуте. Потому что Хускар это такой герой, который в начальной стадии очень сильный, а в лейт-гейме он немного проседает. Но будет круто, конечно, если нам тут дадут 6 лотов собрать, типа, чтобы было прям по кайфу. Но посмотрим, как получится. Посмотрим, что оппоненты напикают, и посмотрим, что будут пикать союзники, и как в целом игра будет развиваться. Так что такое. Готовимся, ребятки, по драфту. У нас сейчас тракса, и стракса это, кстати, плюс дэмэдж нам для того, чтобы мы вначале ласхитили. А ведь ласхит у него максимально плохой у Хуска. Во-первых, контрпик пошел, это феникс с лазером. Довольно-таки тяжело будет. Второй контрпик у нас это вайпер. Вайпер будет очень-очень сильно напрягать тем, что вайпер будет пробивать нас, когда у нас будет лоу-хп, будет сильнее бить. А феникс просто лазером будет моросить. Я мид забивал впервые. Вдруг. Вот так напишем. Не будем флеймить, потому что флеймить в принципе некрасиво. Но если человек начнет флеймить, то друг мой, сейчас что-то плохое мне выпишут по любому парню. Друг мой говорит. О, хорош, найкс. Найкс-то хорошо, найкс сжигает. Я фарм и нести буду быстро. Так, друг мой, товарищ. Я быстрее смогу это делать. Рад. Погнали, центральный вообще. Пофиг. Друг мой, товарищ, я это быстрее буду делать. А, все, там что там уже. Ну, брат, говорит. Ну, брат, лучше дай мне. Отнюдь. Нет, сударь. Позвольте пойти в центральную линию. Шесть у нас чисто интеллектуальный. А-а-а. Спасин с подписку. Гениальный интеллектуальный у нас разговор. Разошел, произошел. Гол, гол, гол. Иди, низ. Низ на тинкере. Ты ок. Посмотрим, что там, пацаны, как будет душить. Так, вайпер центральный, скорее всего, да? Так, у него есть. Куру, куру, куру. Куру надо. Куру надо. Так, горгоны, конечно, у нас тут лишние. Да и тракса, в принципе. Пускавчик. Куру надо? Не надо. Ну, окей, если говорят, ребят, что не надо, то окей. Е-е-е-хе-хе-хе-хе. Потому что пускай. Накидываю сразу фениксу, чтобы он понимал, насколько мы серьезно рассчитываем. Хорош. Нормально, нормально. Сразу курицу берем. Курицу. Так, этот чувачок мид собрался. Брат, так я же центральную еду. Ты шо? Ну, дабл-мид подставим, да, походу. Уважаемый, можно вас попросить немножечко уступить центральный коридор? Для получения более успешного... Для получения более... Как, подождите. Для получения более успешного импакта игрового процесса. Жесть. Что за катка? Хорошо. Прокса мид руинит, получается. Братулец. Ну, по идее, плюс. Чуть подруинил, он мне немного ловил, а парни. Чуть ловил, он мне подруинил. С вайпером, конечно, тяжело будет стоять, но я думаю, справлюсь. Там вайпер по-любому неопытно. Надо тут отойти, парень. Так, 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 дай дай жить, дядя. 18 хп, хорошо. 2 хп. У-у-у, караси вы додушили меня. Ладно, я тут сам виноват, окей. Надо было, наверное, драться. Да не, не надо было драться. Там нужно было просто попытаться от хилл закинуть. Ускар конченый пишет, чё. Ну, ладно, шо поделать, хускар такой. Так, мид я подслил уже, да, получается, но камбэкнем. Куру забираем у всех, ребятки, это соло гейминг будет. Трак сам мне мид, походу, под руиняло, да, немножко. Ладно, ничего страшного, ребятки. Это, это фейл, который должен случаться, когда стоит хороший вайпер ввс, но вайпер там по-любому нехороший, потому что он сейчас по кд будет фидить. Это 100%. Сейчас сделаем тактику, запутший, убей. Запутший, убей тактика называется. Хорошо. Тактика называется, запутший, убей. Он тоже сапог взял, да? Не получится тактика. Да, у него сапог там. Так, ну вот, обратите. Хорошо. Оп. Хорош. Конченый хускар побеждает центральный. Коридор забирает, забирает все обратно. Хорош. А трак, тракса вообще же есть токсик, лютый парни. Так, что мы будем собирать, друзья? Если честно, очень хотелось бы собрать сначала фейзы. Я обычно играю через фейзы. Объясняю почему. Я люблю стрейфиться. Стрейфа на хуске это вообще лютая вещь. Это годная тема. Давайте переагаем. Чуть полосхитим. Вот так сделаем. Отойдем. Он тоже очень больно бьет. Жесть просто. Максимально люто бьет. Я даже не знаю, как мне стоит. Ладно, отойдем. Отойдет. Он меня не задушит. Дальше пойдет, ничего не произойдет. Хорош хилку спасает это положение. Захиливаем сейси. Что за наглеем сейчас? Все нормально будет. Он тут не должен выигрывать сейчас. Погнали. Если только не будет, миллион промахов. Хорош пойдет. Отлично. Отлично. Сейчас шестым левелом просто на него прыгнем, будем убивать. Так, что мне нужно? Мне нужен стик будет, но против вайпера стик не собирайте. Объясняю почему. Потому что против вайпера стик не поможет. Но я собираю на будущее. Мне нужно избавиться от веточек. Армлет фастовый не буду делать. Фастовый армлет тут пока не варик. Сейчас пока фармим. Фармим. Фармим, ребятки, и задушим. Хорош. Так, вот так вот выкидываем. Оп, хорош, добили. Отлично. Добили, добили. Что там вайпер, брат? Ты куда пошел? Надеюсь, ты не будешь свалить за своих дружков. Где вайпера? Покажите мне вайпера. Сейчас я могу соло его убивать. Соло могу убивать. Армора есть, все есть. Мана есть. Почему бы и нет? Оп, хорош. Давайте напишем вот так вот. Татракса что-то расплакалась, очень странно. Себя ведет, парень. Очень странно, вызывающий себя ведет. Так, есть. Вайпера четвертый левел. У меня шестой. Под тавером нет смысла ультовать на него. Можно попробовать позакидывать просто. Пятый левел парня, поэтому... Пробуем позакидывать. Хорошо. Чуть-чуть ошибется. Подойдет поближе. Ультанов. Подойдет поближе, ультовать буду. Вот так вот делаем. Хорошо. Отлично. А какое было начало, да, у вайпера? Так, ну это полармлета, кстати. Это полармлета. И бойники нам будут не страшны. Хорош. Отлично. Почти есть термлет. Все, далее качаем. Я, конечно же, возьму первый. Первый почему? Объясняю. Первый спелл позволяет нам регениться намного быстрее, когда мы находимся в зоне лоу хп. Это нормально. Это круто. Это годно. Поэтому я размакшиваю первый. Резиста хватает в единичку. Плюс там все физушники. Как раз таки резист тут не особо поможет. Там все физушники. Поэтому первый в любом случае размакшиваю. Что мы сейчас должны сделать? По тактической теме. Следующий килл мы должны сделать только с армлетом. Только с армлетом. То есть как? Фармим армлет просто и все. Так, руны я не знаю. Надо бы на топ сбегать. А, он на топ пошел. Ну сейчас на руне, походу, драться будем. А, нет, не будем. Дай монетку, дядя. Спасибо. Хорошо. Что, лаву есть у него? Нет. А вот он и шестой, да? Хорошо. Армлет есть. Можно сейчас наглую прям заработать. Вот так, байтим. Я его убивал, так и так. Армлет уже есть. Надеюсь, ювер сейчас не придет или бомбник. Хорошо. Сейчас можно по другим лайнам начать душить, ребятки. Хорош. Куру. Ну, когда, когда бро, тогда куру, конечно, надо, ребятки. Давайте, если бро, то... Если бро, то кура, конечно. Так, два стика, тем не менее, у нас есть уже. Хорош. Ух ты, дядя Вайпер. Не надо. Хорошо. Ади, побайтим. Пойдет дальше? Не хочет. Не хочет. Единственный шанс был давить, и то я и не воспользовался. Сейчас нападем, так увижу его, сечу. А, вивер тут под ногами. Ну, го. Сбиваем кнопку. Дело в том, что мы дурачки. Хорош. Кинкер молодец, подром уливает. Эх, но тут не переармлетить, жесть. Можно было попробовать на крипа. А, там феникс, восьмой левел, да? Прикинь, какой. Ладно, законтрил. Так, урну, ребятки. Сыграем через урну. Это первый момент. Второй момент. Что нам нужно сделать? Феникс нас опустил сейчас прям вообще. Но феникс, да, там тяжело армлетить под этой темой. Тем более, маны не было. Тяжело. Тяжело. Так, смотрите, далее что? Вардецкий в центральную, правильно? Правильно. Вард можно уже туда сразу отправить. В ганг мы пока не пойдем. В ганг мы не пойдем. Надо еще, знаете, что сэндр еще взять. Сэндр, чтобы там вивера, таракана можно было убивать. И пацаны на бойнике. Хорошо. Феникс молодец, законтрил. У меня по-нему слот есть. Пойдет. Погнали. Феникс может люто контрить. Феникс, конечно, люто может контрить. Поэтому Фениксу надо первым прыгать и сливать. Феникс можно сделать даггер или салар. Обычно делают либо салар, либо дизарм. По-разному. Всегда по-разному делается эта контора. Смотря какая игра. Можно и армора себе повысить. Сделать это все, подкрепить под промах. Это будет круто. Это будет не лишнее. Феник там на топе, да? Короче, забираем тэшку и погнали снова болится. Так, я же сбиваю, дядя. Хорош. Так, я же сбиваю, дядя. Так, я обычно на 11-м не беру ультимейт, ребятки. Объясняю почему. Там эта секунда замедления и процентовка не так уж и много дает. На самом деле. Не так уж и много дает. Погнали на топчик. Дасты берем, уехала. Парень на фениксе думал, что меня победит. Братан. Не сегодня. Сор надо, я хочу гонгануть. Ивер там еще. Ну дасты ждем. Дасты идут. Хорошо. Да ты шо, дядя? Да ты шо? Нету Боника. Не лазил он тоже. Жесть. Так, это хорошо, ребятки. У нас очень хороший буст. И это говорит о чем? Сейчас мы купим. Давайте дадим тинкеру. Во, все, первый пошел, ребятки. Гарена. Напоминаю, что мы играем на Гарене. Вот так делаем. Хорошо. Первый пошел. Следующее, что мы делаем. Мы идем в лес. Берем крипа. Берем смока. Пошли все на центральную. Ну, желательно пешком дойти. Крип. О, отличный крип. Фурбал. Идем в Рошана просто смело. Идем просто смело в Рошана. О, вон он был. Ой, тут Боник. Фармит. Фармит Боник. Фармит Боник. Гоу, мид. Я арну, если он сейчас с дастами просветит. А, он уже визанул. Хорошо. Фурбал тут подчешет пацанов. Хорошо. Вот так делаем. Все, идем в Рошан. Спокойно идем в Рошана. Даже ничего не боимся. 12-ая минута, в принципе, с такими артефактами можно спокойно. И можно танчить по очереди. Либо я танчу, потом фурбалк, либо наоборот. Можно даже подармлечь, как вам удобно. Так, фурбалка немного в стороночку, чтобы он не хопал. Хорошо. После каждого башен будет переагриваться. Ну, давайте вот так вот сделаем. Если надо будет, подтанчим с вами. Хорошо. Ну, жалко, что вивер вышел, конечно. Но сейчас все такие катки, на самом деле, на икапе. Я не знаю. Это уже седьмая игра, по-моему. И невозможно отписать нормальную катку. Хоть бы там Тракса умерла от ультимейта. Потому что он больше всех плакался. Шокатка неинтересна. Так, тпшечку выкладываем. Хорошо. Отлично. 13 левел и погнали, ребятки. Пассивка в 4. Let's go. В следующем дагерочек. Можно смело после... После кнопки, которая у нас есть. И джиджи. Шансов там ноль. Погнали. На миг. Ух, там тпшка какая. На екс еще. Хорош. Пойдет. Так, что так сделаем. Отойдем. Пойдет, душим. Центральный проход ломаем. Побежали. Армлет включаем. Шесть. Нет, только не фурболга. Вот Криса забрал такие фурболги. Жесть, вот это я за пацаном полетел. Нормально. Ну, это на вставочку, да? Хорошо. Это на вставочку. Можно спокойно ломать эту контору. Такая катка получается на Хуске, если у вас успешный мид, даже когда у вас есть Тракса, Руинер в команде. Можно спокойно делать вот такие вещи. Хорошо. Можно делать спокойно такие вещи, аккуратно подпушивать. Оставляем карту здесь. Можно даже фастовый сатаник сейчас сделать. Типа вообще и прыгать 1 на 9. Вообще пофиг будет. 3000 есть сатаник. 1100, да? Да можно сделать фастовый сатаник. Знаете, типа... В начальной стадии фастовый сатаник прям хорошо будет смотреться. Можно сделать дизарм. Типа это дефолт на самом деле. Ой-ой-ой, смотрите какой там гей-парад. Погнали. Погнали. Так, сделаем. Быстро слить. Опа! Не, ну сейчас походу будет на вставочку, да? Зачем застилил? Походу не будет на вставочку. Застилил бы. Криса? Хорош. Ну вот что Криса. Такой вот у нас. Кинкерочек в миду. Ой, в миду, в игре. Так, это сатаник, да? Хорошо. Ребята там уже сдаются, понимаешь, что шансов нету. Жесткая катка получилась. Сатаник делаем ферстом. И погнали 1 на 9 душить. И вот это... Пускай ранняя стадия. Вот прикиньте, насколько сейчас люто получается душить. Это жестко. Что там кат? Достали мы, да? Не надо дядя. Сатаник, чисто ферст лотом. Чисто сатаник. Чисто сатаник. Хорошо. Погнали, на базу сходим и погнали. На базу и погнали. Жесть. Ребята играют до конца. Молодцы, кстати, успешно. И за Хускара выиграли. Хускар, лох. Ты написал. Скар, лох ты написал. Шесть урн есть, не будем хилиться. Вот, вот. Конченный. Точняк. Я забыл, кстати, что он написал. Погнали с такими хп достаточно. Let's go. Ух, как дузу горгону там душат. Опа, замерзла. Там пять лоха как. Пять лоха. Хорошо. Опа, вот и бойник. Бойник, я думал, уже не увижу это как. Слушайте, у меня есть сатаник. Бонник делает БМ. Они не собираются, да? Сдаваться, пацаны. Сейчас, пойдем, покажем. Минута, да? 16.40. 17.40. Заканчивается Оега. Оега скоро кончится, да? О, посмотри, как умею. Сатаником это жестко. Что делать с этим хускаром, у которого сатаник просто? Не хочешь улетать? Что делать с этим хускаромашиной? Килочку сюда. Хорошо. Жесть. Хускаромашина получается. Ух ты. А вот это серьезно. БМчик это круто. Это круто. Безусловно. Тут уже страшновато. Потому что нет сейва. Феникс подпушит, этот подушит. Жестко. Сейчас не хочу умирать. Ломаем. 17-ая минута. Это хускарчик. Оп, сгорел. Сгорел би. Тинкер там убивает. Ой, Тинкер. Ну, вы поняли. Хорошо. Жестко. Но ребята сдаются уже, наверное. Или еще не сдаются. Это такой бред. Не знаю. Я такие гайды давно не писал. Прям челы пытаются, да, что-то сделать. А типа, ну тут шансов нету. Хускар это такое. Герой ранней позиции. Что-то изи, да. Сейчас по-любому кто-то зайдет на гайды, напишет. Что-то изи. Я сейчас докуплю еще пару слотов. Типа, это даггер. Это даггер, травела. Пастовый сатаник. Это дело такое. И погнала. Пастовый сатаник, это дело такое. Так, это сюда, вот это сюда. Хорошо. Держи. Хилимся, живем. Опа. А ексу там. Вот так делаем, забираем. Хм, отлично. И отходим. А это жестко. Так, урны сюда закинем. Я вообще урной стараюсь сейчас не пользуюсь, потому что в лоу-хп бегаешь, как бы, ну, комфортно. В лоу-хп комфортно и скорость атаки есть. Все, есть. Так, у меня вот так у слоты появляются, да? Ой, какое сало-то вкусное. Хорошо. Ну, это сейчас на вставочку, походу, будет, да? Ух-ты. Ух-ты, сейчас на вставочку будет, да? Ой. Не, ну это на вставочку. Ух-ты, еще, смотри. Ха, жесть. 19 минут, ребятки. Первая катка тупо 19 минут, это хускар. Что сделать, если это хускар? Пусть будет, ребятки. Как видите, изи катка у нас получилась. Первый билд у нас дефолтный. Такое получается, можно сказать, через фастовый сатаник. Кто-то скажет, что это катка изи 19 минут. Кто-то скажет, что дизарм здесь надо. В принципе, вместо сатаника можно было дизарм сделать. И, в принципе, все. Погнали, next. Ну что, друзья, загрузилась у нас вторая катка. Сейчас мы пойдем на хускаре в центральный проход. И что я хочу в этой катке сделать? Конечно же, неинтересна была первая катка. Там вообще жесть очень быстро она закончилась. Я не знаю. Это просто нереальное дерьмо. И что же, что мы хотим тут по банам? По контрпикам. Мне сейчас не очень хочется играть против аппарата. Потому что аппарат максимально жестко мешает в игре. И все остальные герои пофиг. Если не будет аппарата, вы спокойно сможете драться в любой драке. И это будет реально не проблема. Брать можно пофиг. На фп даже и не париться. В принципе, если будут какие-то дамагеры, вы сможете это перебивать. Как говорится. Но если команда не будет помогать, то ничего у вас и не получится. Так, жесть. Ребятки, погнали. Вторая катка. Сейчас посмотрим, что ребята понапикают. И будем думать, что можно тут нам сделать. Что можно сделать? Надеюсь, гадка-кадка будет балансная. Чтобы хотя бы 2, 3, 4 игрока играло. Потому что это жесть. Очень тяжело в последнее время жесть играть. Просто невозможно стало играть в айкапе. Потому что просто всем пофиг на игру. И хрен ты что сделаешь. Невозможно выигрывать. Так, Слардара взяли. ВС узко. Довольно-таки серьезный контрпик. Серьезный контрпик. О, хорош. Бару у нас. Давно Бару не видел, кстати. Бару давно не видел. Самое главное нам это выиграть центральную линию. А дальше уже игра идет полностью от команды. Если команда будет более-менее нормально отыгрывать. Будет поддерживать. То, конечно, игра будет нам в лучшую сторону засчитана. Нежели чем худшую. Ждем, что пацаны там пропикают. Даггерочек вырисовывается. Да, тут даггер. Дизарм. Армлеты. В принципе, самый дефолтный билд нужно сейчас отыграть. И потом уже пойдем по фану. Какие-то фановые будем билды делать. Ну, я, в принципе, знаю какой фановый билд. Там нужно бы, главное, забуститься хорошо. А дальше уже будем собирать по стандартам. Надеюсь, эта катка вам тоже понравится. Ну, а пока играем вторую катку, ребятки. Напоминаю, вторая катка у нас подъехала. Не забывайте про те видосы, которые я оставляю в описании. По кайфу. Там у нас фановая катка на Хуске. Как говорится, с ваншотами. Фановая катка. С ваншотами. Ну, и в принципе, все. Тут вся информация есть уже. Ребята пропикивают, очень аккуратно пикают. Ну, физушники, физушники. Один magical. Если контур хороший, то будет очень тяжело. Так, некролайта взяли. Некролайт тоже сильный контур пик Хускара. Тоже сильный. Ну, все зависит на самом деле от центральной. Насколько сильно меня заганкают тут. И насколько плохо или хорошо я отстаю. Если хорошо отстаю, в принципе, будет не проблема. Но я думаю, вот этот челик меня будет по кд гангать в центральном проходе. Ну, посмотрим. Посмотрим. Ребята что-то как-то пикают. Не уверенно за нашу сторону. Оппоненты пропикали уверенно. Пока что ждем. Сларка беру, парень. Ну, по-любому знает, что нужно делать в этой катке. По-любому, ребятки. По-любому. Питукс. Питукс на пятом слоте. Ай, жесть. Кенум Пей. Так, шамановец. Хорош. Шамановец. Так, кто у нас будет там на центральном? Это, скорее всего, будет либо некр, либо снайпер. Берем, значит, вот такое. Через урну. Тут бара будет с урной по-любому. Поэтому просто заготовочку на стик делаем. И погнали. Вартик сразу берем. Куру у нас шаман не взял. Возможно, будет какая-то у него особая тактика игрового процесса. Бара с топориком и с гантельками. Это хорошо. Значит, будет качаться, будет бара сильный. Так, что? Куры у нас нету. Сразу тогда вот так вот сделаем. Если что, соло себе куру купим. И будем стоять аккуратно долбить центральную. Долбить центральную. Долбить будем центральную. Хорошо. Хорошо. Шаман готов пойти Рошана убивать уже. Поэтому он так гордо выбежал. Так, бара у нас с гантелями с топориком. Возможно, будет фармить. БКБшка тут вырисовывается, да, по-любому. Но тут с лордара, на самом деле, будет очень много грязи делать. Постараемся с лордара сливать сразу. Если честно, аганим на серьезную катку очень хорошо может заходить. Отвечаю, почему. Потому что 65% магического урона просто можно наносить с ультимейта. Это реально очень много. Это реально очень много. Так, это такая себе фиссура, друголёк. Такая себе фиссура. Но я тут никак не помогу. Ничем. Слишком. Слишком, так сказать, ЕС подморосил. Так, ага, я понял. Самая дикая рука на быстром западе сейчас нужна нам. Потому что шаман собирается забирать у меня руну. Поэтому надо забирать руну. Я же руну не успеваю забрать. Жесть. Это опять какой-то руин. Рак. Напишем ему рак. Просто будем, как говорится, руинит. Руинер. Напишем. Руинер. Хорошо. Погнали. Центральный проход в нашем распоряжении. Это будет снайпер у нас на минуту, да? Можно будет сразу его поддушивать, я так думаю. Но не забывать крипов добивать. Снайпер вон не забывает. Че, давай драться, глядя. Оп, если не промах, то это можно убить даже. Раз. Два. И еще разочек. Хорошо. По идее, должен сгореть. Хорош. Прямо сразу, он мне сразу дает фбшечку друголек. Но, кстати, крипов я добил очень мало. Так, берем так, вот так. Хорошо. Снайпер что-то на самом деле завтыкал. А он, наверное, думал, что я не буду так люто наглеть. Люто наглеть, так я не буду, думаю. Но, типа, я сейчас очень сильно наглею. Хорошо, что у него там первый уровень. Если у тебя там шрапнели, они кдшятся по полгода. Это жесть просто. Кстати, сейчас можно воспользоваться тактикой за пуш и убей. У меня есть сапог. Погнали. За пуш и убей тактика называется. Хорошо, погнали. Можно на автокаст. А ты шо, идеаль? А вот от собрался. Хилочек есть у него там, юзай, брат. Мужчина. За пуш и убей называется тактика. Как, в принципе, прошлой катке у нас мид. Как прошлой катке. Фармим армлет сразу. Фармим сразу армлет. Можно стик взять. Хилочек. Эти стик хил. И фармим дальше. Кто там, свап лайнами, да? Некр пришел. Некр пришел. Серьезно, Некр, наверное, думает, что тут ези катка на миду. Не знаю, сколько игр сыграл на Хускаре. Вот сколько. Это, по-моему, восьмая игра. По-моему, под гангами только один раз. Одну игру я проиграл только под гангами. Когда меня загангивали. Ну, в смысле, именно игру проиграл. А мид постоянно выигрывается. Герои этот редко и мид проигрывает на самом деле. Главное, мид выигрывать, пацаны. Мид выиграли, значит, катку победили. Сейчас ребята что-то там потеют на мину. Новый из двоих стою уже. Ча, в итоге всем селом подъедут. Пацаны. Всем селом и так дома подъедут. Некр просто пришел постоять, я так понимаю. На больше ума не хватает. Так, ладно, фармим. Пока фармим. Гантелька есть. Хорошо. На пятом левеле пойди, я могу и забрать. А вот эти шрапнели на самом деле моросят очень хорошо. На самом деле, казалось бы, да так? Казалось бы, демо же нифига не наносят. Но за мидло хотя бы вот это мизерное, но оно такое решает. Сейчас на пятом левеле хилочку закинем. И погнала. Все, работаем, парни. Работаем, сейчас будем душить. Хилку на лицо и погнали. Смело любого. Того и этого. Всех будем задушивать. Оп, хорош. Все, боитесь, да? Боитесь? Боитесь меня? Я вас тоже боюсь. Да, жесть. Вдвоем стоят, пацаны. Потеют. Давай только не промахивайся, дядя. Есть. Промах классический. Ну, придется стики нажать. Знаю, почему этот промах меня так преследует. Сейчас мог, кстати, задушить. Снайпера на лоу хп на такой размер. Жесть. Этот некор, брат, ну уйди отсюда, плюс. Сдай снайпера по кд-то убивать, а? То есть не дает снайпера по кд-то убивать, а? Он просто встал и мешает мне на некре, чувачок. На самом-то деле, если так задуматься, просто мешает. Забирать. Ладно, фулл хп захиливаемся и погнали. Вот так вот. Хорош. Это плохо, кстати. Но стычки не заберет. Там 260 маны. То есть пульсом заберет. Найкс за рекой. О, я зарегенюсь об него. А банды. Хорош. Пойдет. Смело заявляю, центральную выставили, пацаны. Центральную выставили. Так, дядь, не надо. Не надо. Найкс во время подошел. Об банды хорошо зарегинился. Классная вообще тема. Офигенный спелл. Open Wound. Очень любит. Мне очень нравится. Давайте вот так сделаем тоже. Пану восстановим. Для этого, в принципе, и брал. Можно быть нагло сейчас налететь, в принципе. Делать вид, что я просто фармлю АФК. Он не знает, что у меня вар стоит. Фардарико там мучает. У меня почти, в принципе, есть уже армлет. Почти. Но почти это не армлет. Доблкил делают, ребята. Красавчики. Хорошо. Пользуйся. Пользуйся. Виженом. Если честно, туда прыгать нет смысла. В эту яму. Потому что я там потеряюсь. Просто по вижену. Мне нужно бить. А я не смогу там бить. Погнали. Побегаем немного. Побегаем. Постоим. Такой 8-3 стат, да? Жесть. 8-3 это плохо. Потому что ребятки начинают сливать. Снайпер решил уйти. Жесть. Так, Никролайд пришел с сапогом. Варк есть? А если понайду. Оп. Хорошо. Некр умирает, сто процентов. Еще одну тычку я себе кинул. В общем, кайф был. Вообще, кайф был. Пойдет. Лучше. Так, это у нас вот так. Вот так. Помиду никого нету. Поэтому спокойно закупаемся. Хорошо. Армлет у нас имеется. Ребятки. Седьмая минута. Немного поздновато. Но в целом пойдет. Пойдет. Зря Армлет, конечно, не дождался. Очень зря. Очень зря Армлет не дождался. Ну, Никролайд опять пришел. Ну, жесть. Против двоих стою. Вот тут, конечно, не ожидал я. Жесть. Жесть. Стою против. Ну, зря я не дождался. Я бы двоих сейчас убивал. Блин, ну кто знал, да, что Некр идет опять? Как он достал уже эту жесть? Ну, ладно. Сфидели для баланса выразимся так. Но он уже достал. Просто стоит на меду. Тупо вот АФК и стоит. Ну, реально. Мешает жесть. Там Котл фрифарминг, да? Жестко, ребята. Это жестко. Я не знаю. Ну, ребята специально так делают, походу, да? Ладно. Сейчас начнем. Загулы. Let's go. Вообще пофиг сейчас будет. Некр пока шестого нету. Вот это настоящее. Жалко, что не забрал. Этот хилл надо всадить. ТП сразу заюзал извращенец на снайпере. Жалко. Фармим дальше и убиваем по КД. И все. Больше нам ничего не нужно в этом... В этом городе. Хорошо. На девятом левеле хиллку заюзаем. Пока не юзаем. Лоу хп тэшку подолбим. Так. Афония Гуи на топ ушел, да? Слордар даггер уже имеет. Понимаю. Жесткий слордар там. Слордар там жесткий. Уже с даггером, чтобы понимать. Что, ушел, да? Возвращенец. Так, ну то вардик надо. Хорошо. Вывел иллюзию ту, которая там миллион лет, походу, простояла. А, это настоящий, лоу. Возможно, байтит, кстати. Возможно, байтит. Жесть, я чуть не сдох от этого. Иллюминатор. Возможно, байтит. А, божечки. Откуда он взялся? Три метра. Тоже, как дурак, стою, да? В лоу хп возьми, ну, под хилом стой. Ну, блин. Не знаю. Но я не рассчитываю, что у меня прям настолько внимание на меня. На меня внимания настолько много идет в этой игре, что жесть. Слардар этот с даггером. Ну, сейчас он задрочит эту всю карту, не знаю. Так, ладно, гол. Смока юзаем на базе. Продаем гантельку. И что-то надо как-то сладара перебивать. Молодец он. Ксышник какой-то. Это не ксусник случайно, который, как обычно, с фейк аккаунтов заходит. Вот это вот, и пытается на гайде руинить. Походу, он это и есть. Так, гол на топе здесь. Котла, конечно, желательно бы убить. Потому что Котл грязи очень много делает. Это и монолик. Возможно, иллюминейт будет. Так, они отошли, да? Не надо промахи давать, дядя. Хорошо. Слардар, наверное, сейчас телепорт будет делать, да? Живите, мать есть. Да, я умер, скорее всего. Слардар уже летит. Господи, как этот Слардар моросит. Ладно, но этот не умрет, да? Пойди две тычки. 160. Ну, может, и умрет. Может, сгорит на лу-хп. Слардар активный. Там нужно чуть-чуть пассивнее играть. Печально. Сышник какой-то. Ксишник. Ксишник. Зато бары неактивны у нас. Жалко, не подсветил он, да? Я бы еще, мне кажется, вот здесь забрал бы его. Бара, ползай, играй активно. Или проиграем. Ладно, я ошибаюсь. Просто погнали фармить мид. Вон, смотри, вон, лоу-хп. Лоу-хп чел стоит. Возьми чардж, не знаю. Если бы пропалил, бы мне намного лучше было. Так, окей. Это все, конечно, хорошо. Делает тп, да? Попробуем сейчас. Давайте фазы сделаем, чтобы побыстрее бегать. Не знаю, по тачке я так не люблю делать на ху-скара. Не знаю почему. Фазы через фазы всегда по кайфу было. Хорош, но я тут один опять буду, да? Слардар уже бежит. Уже бежит на Слардаре, чувачок. Уже бежит на Слардаре, чувачок. Так, ну и если я выпотел, да? Печально все это, конечно. Ты какой. А я тут подспалился. Снайпера счета. Ну пойдет, пойдет. Вместе хотя бы что-то сделали. Пойдет. Пешку надо пытаться идти бить. Товар. Товар. Где он? Вот он. Вот он на котле. Жалко, что не я забрал. Хилку берем. Хорошо. Пойдет. Но с командой чуть подработаем. Сейчас может чуть получше будет. Потому что я пытаюсь перегангать, а там Слардар активный. Получается, я сам на свои грабли наступаю. Аккуратненько с командой сейчас за счет. Армалетика побегаем. А Слардар Армалет делает тоже. Прикиньте, у Слардара какой бус сейчас идет. Я ему еще пофидил. И пока это так. Хорошо. Хорошо. Так. Пазы есть. Хорошо. Next. Надо мне сделать кнопку, которая называется Доминатор. Что там с курой? Снайпер в миду. Да, Армалет делает снайпер. Оу. Там Слардар еще. Не знаю. Три там. Там их трое. Чуваки вардить пошли. Не, если меня поддержат, они просто отдадут под Слардара, знаете, покушать. И снайпер, чтобы меня расстрелял. То по кайфу будет. А если, типа, ну, пид-контору меня просто пустят. То нафиг это надо. Попробуем. Не, ну, я меня сейчас просто стану. До свидания, да? Будет и все. Четыре героя, тем более. Я помню. Стану. До свидания. Сто процентов. А, ну, я понял. Так за мной уже выехали, да? За мной уже выехали. Да. Я понял. Да, Армалет включить просто. Да, меня просто продают в этой игре. Бара не хочет начинать даже. Найк сфармит. Ребятки, я не знаю, очень тяжелая. Опять начинается вот эта тема. Просто соло бегаешь и все. Там ребята вон в пятером собираются, идут от Слардара играть. Почему у меня нету такого кора? Блин, это жесть. Потому что я этот кор. Такой бред. Ладно, что сделать. Снайпера в миду я выиграл. Начинается командная игра. Если команда не играет, вот такое дерьмо и получается. Оппоненты душат. Сландар переигрывает. Вот пять, четыре, три у меня сейчас. Просто потому что оппоненты вместе играют, а мы соло ходим. Насбара не начинает. Аганим котл делает, да? Вард стоит. Угу, хорошо. Информацию собираем пока. По низу попробуем газануть. Бери, Куру. Шаман. Погоня. Внизу двое, да? Блин, дайгер надо. Так какой дайгер надо? Доминатор хотя бы. Простик какой-то. Хорошо. Под хилом не должен меня забрать. Та не, дядя, не получится. Армлет включил, победил. Пойдет, забрали. Как говорится, и ЕСа забрали. Хорошо. Шесть фражерочков. Есть. Не знаю, почему ребятки фармят просто. Надо же как-то играть доту. Снайпер. Снайпера там это, уберегает этот Слордар, как не знаю, как будто он это, его девушка играет на Снайпере, знаете. И типа, я тебе помогу, знаешь. Чтобы не произошло, я буду рядом. Типа, такой смысл. Слордар солирует там. Хорош. Двигается по карте, армлеты, догера, все, есть у него. Что ему еще нужно? Что ему еще нужно? Армлеты, догера. Я так не могу двигаться сейчас. Меня никто не поддержит. Даже Бара не поддержит. Так, миду. Фарм. Собираем. Слордар сейчас мид побежит, да, наверное? Ну, я понял. Хорошо. Снайпер вообще сразу убежал. Так, что там у нас? Масочка же есть, да? А, есть тут. Эх, не смог чаржнуться. Гоу. Он сейчас Слордар придет, правда. Вообще, ноль импакт от меня. Слордар на топе фармится с некром. Сейчас очень сильно, если задайвим, может, кстати, можем стать и укакаться тут. На из относ сработали, пацана. Слордар сейчас придет, будет резать. Всех. Кто будет попадаться на пути. Вот с командой сыграли, нормально. Импакт есть. Команды нет совсем. Не знаю, я в последнее время прям зависимый от команды стал, потому что, ну, невозможно вообще выиграть, когда не играет команда на хускаре, прям соло идешь и фидиш. Соло идешь и фидиш. Я хз. Так, можно мне мой доминатор и горошан. Доминатор и горошан. Слордариха, конечно, лютая, но перебьем. Так, нету крипов, да? Плохо. Что тут у нас? Тоже нету. Кто лисовый фармер? Так, ну тут, конечно же, сейчас кем заблочат. Заблочат. Тут у нас кентавр. Ну, хотя бы кентавр, хоть без аур, но пойдет со станом. Без аур, но пойдет со станом. Пойдет. Погнали рошу. Мангусиком. Очень пассивная какая-то катка у нас выходит, ребят. Но, не знаю, ничего не могу с этим сделать. Как идет, так и идет. Пока что фармер. Сейчас дайгер. Наверное, сейчас просто дайгер будем делать. Пофиг на все стороны. Дайгер будем делать. Так, потанчить немножко. Кентавр. Кентавр чуть-чуть потанчить. О, найс. Это что такое за инфа тут? Найсово. Что за инфа такая? Опа, я взял. Хорош. Откуда инфа я вообще не вкурил? Куда не взяли? Куда не взяли инфу, что я вообще в рашпите? Где вард стоит? Вардыш тут нету, нифига. Это печально. Просто, хорошо, что я егезал. Типа мх бой. Мх бой. Бо-бои. Кананис. Кананис. Надо было сразу бежать. Задушившись. С лардара вынесет. Сейчас всех вынесет. Смотри, у них везде вардыш, что ли, стоит. Что за фиссура? Дядь. За фиссура. А, так он сларк кидал. Хороший. Бубой. Там бэм. Там бэмчик. Не выключаем, потому что под бэмом я запиливаюсь. Хороший. И вард у них тут стоит еще, по-моему, да? Ну, слардариха, пока слардар. Таверни. Сейчас даггер купим, ребятки. С даггером надо догонять и душить. Что-то такое. И дизарм. МПМ и все делают. Хороший контракт ускар. Просто бэмчик. Их варды везде. Либо варды везде, либо как софтеры двигаются. Так. Две тысячи имеется, да? Две тысячи имеется. Ну, я даггер возьму, чтобы снайпера можно было прыгнуть под задушившись. И от Сладара от Мансове тоже полезно будет. Поэтому погнали. Команда играет вроде. И мы должны хорошо делать. Делай хорошо, нормально будет. А круто было бы взять просто дизарм и убивать Сладара соло. Но вряд ли пока я соберу дизарм. Сладар уже там полки расы имеет, да? Так что хз. Проблематично. Пока фармюет делаем. Кен фармюет и все. Ну, поесть. Манго возьмем. Фармим дальше и погнали. Снайпер вообще убегает постоянно. Блин, то самое чувство, когда, знаете, да? Лайнинг всасывает, потому что, ну, не может стоять по герое. А потом начинает по макре, типа, да? Типа по макре он там начинает играть как профессионал. Ну, чисто знаете. Ну, как по профессионали, да? Типа, если играет на МХА, то вообще изи. Почему нет? СМХ вообще изи как выиграть. СМХ изи. Сларк вон под бафами. Все как надо. Медов, пацаны. Сладариха, да? А, есть. Он Слардар. Слардар бы забрать было бы круто. Ну, вот это уже очень далеко. Тут уже не надо. Тут тоже не надо. Тут тоже не надо. Тут надо аккуратненько. Бо-бой. Дальше Бикиби сделать бы круто было бы. А только много фарма. На ботами много фарма. Сларк ушел оттуда, да? Хорошо. Варда снимает. Так, внизу фарм заберем. Ну, пока идет ровно, ребятки. Катка будет потненькая, интересная. Слардара. Слардар душит вроде там. Входи душит. 15-й левел у меня есть. Бикиби, next. Бикиби. Хбшечку. Хорошо. Опа, вот это я, конечно, косякнул. Хотя, возможно, я успеваю. Все такое ему, давай, дядя. Хорош. Толпой приняли. Гоу. Так, Найкс в меня залез. Фаза есть. Вылази на Найксе. Вылази. Промах. Хорошо. Ну, даблкил. Отлично. Можно даже попробовать на вставочке что-то сделать. Побежали. Опа. Ну, почти на вставочку, ребята. Триплкил это тоже хорошо. Пойдет. С ребятами сыграли, подвигались. Отлично. Хорошо. Пармьюин. Сейчас БКБ сделаем. Можно дизарм сделать для Слардара, но лучше БКБ. Чтобы я мог сам уже прыгать, как-то поддушивать. Хорошо. Тэшку сломаем сейчас. Уже пол БКБ есть. Мастхэв артефакт берем. Так, футболк у меня там отдыхает у него. Выходной. Хорош. Забираем Тэшку. Погнали отсюда. Почти есть БКБ. Сларк леса колотит, да? А у меня тут футболк работает. У него вторая смена пошла уже. Хорошо. Так, это стакаем. Берем монетку. Монетку, надеюсь, успеваю взять. Я их еще и Том подфармить. Не успеваю монетку взять. Ладно, иллюзии даже неплохо. Помогут зафармить, как говорится. Так, футболка сюда можно. Футболка сюда. Вот этого надо жирного. Сначала он ауру дает. 920 хп, блин. Полторы тысячи. 2 300. Сейчас его заберешь, смотрите, какие хп будут. 1300. 800. 800. А у этого 2000. Блин, на 300 хп больше, типа, да? Прикиньте, насколько лют. Да жестко. Что там, БКБ почти имеется, да? Хорошо, косарик имеем. Погнали в лесочек наш зайдем. Погостить. Погостить. Погостить зайдем. Зайдем погостить. Тысяча есть, да? Так, вот этих. А, этих уже не успею. Хорош. Пойдет. БКБшка есть, все. Можно дуть на базу. Ух ты. Не души моего фурбалга, дядя. Дай ему пожить еще. Он еще молодой медведь. Не хочет он его жизнь сохранить? Так, нормальные тайминги, ребятки. БКБшку мы сделали. Все, можно душить. Можно слордара, кого угодно. Кого угодно душить можно. Ну, желательно, чтобы начинал кто-то драку, а не я. Чтобы я БКБ не всадил. О, там гост уже появляется у некра. Но, ребятки, такие, кстати, понимающие. Понимающие, ребятки. Париться, чел, что там слордар бежит на него. Париться, видно, переживает. О, есть. Переживает, кликает. Боится, что слордар бежит. Прикинь, да? Четыре. Я в снайпера, наверное, буду прыгать. Если в снайпера прыгну, будет очень хорошо. Смотри, да? Хексус Петкинт не успевает. Ляг, как будто там вард стоит, да? Как будто там вард. Он так прыгнул на слордаре сейчас уверенно. Буду там стоит вард. А, ну там, может, Котлу подсвечивал За счет ультимейта Сларк очень сильно рискует Тут центрально колотить Сларк там один, он должен пойти выйти оттуда Спокойно, причем Сейчас ночь, ночью тяжело Поймать Сларка Давайте кату возьмем Пусть кат идет, работает О, браку Надо с каждым сам за себя эту катку играть Сейчас, скорее всего, Сларк Будет еще под Слардаром О, ну ты зверь, конечно О, еще и ЕС под Ну, типа, я не знаю Еще и ЕС поддержал эту контору Если бы ЕС нет, я думаю, в АКБху нажал бы там Переорвлять его втанул Жестко Слардар, на самом деле, очень много грязи делает Но Найкс сейчас его, по идее, пробьет Хорош Найкс пробьет Хорош, подстрелил Снайпер, молодец, кстати Еще позиционку держит Держит позиционку Так, там каталажка тем временем работает, да? По механике игры стреляет только туда Ну, Сларк на вставочку делает 12 на 4 Сларк играет Блин, чуть-чуть не хватило мне мозгов, чтобы нажать БКБ Ну, а кто видел ЕС? Я, например, вот здесь его не видел Ладно, ничего страшного Пока что кайфуем Центральный проход ломается Давайте сейчас возьмем АЕГУ и пойдем ломать Ну, ультракилл-то на вставочку точно нужно сделать Как это вообще без ультракила на вставочку? Ребят, ну это не серьезно Это не интересно Ультракилл на вставочку? На, да? Сейчас пойдем Роша на сон Надеюсь, там нету вардов Как в прошлый раз, пошел сразу сдох Забрали АЕГУ Странная тема была, максимально Странно, максимально Так, стики в помойку ТП-шечку Сюда Раз И вот сюда Отлично Хорошо, погнали, дышите Сейчас, Сларнар, только резаться Ксихник сюда сразу бежит, да? Не надо, дядя, так делать Не надо так делать Я тут забираю, по идее Налегке, даже на хилах просто Хорошо Я для них тупо размен, мне АЕГ надо Для команды я разменчество У Скара, кстати, любой милишник побеждает с этим, с башером Либо рейнджевик лавкач Что-то такое О, есть там подруги Есть подруги, да? Опа, там с Майксом комбинация, да? А ты посмотри Дверх, не успел переключить Печалька Ладно, попробуем дальше Хорошо О, Сларнар, байбайкнулся, да? Это печалька Прикинь, да? Слардар байбайкается Ну, я не знаю, откуда у них тут вижен Еще вижен, наверное, в хайграунде стоит Снайпер, молодец У меня дайгер чуть-чуть откатился почти Какой дизарм? Промах нужен Какой-то хотя бы Снайпер, молодец Позиционку поддержал Я едва не дотянулся до снайпера Еще, блин Четко он сбил меня там Ладно, рамплификация кидает Жесть, меня раздирают просто Как бы тут даже манту не пришлось сделать Это же вообще жесть какая-то пара Слардар, ББ нажал, если че Хорошо Это хорошо Ребятки, оппозиция нормальная Пацаны так потненько работают Жесть, шесть раз я уже умер Но на самом деле для Хускара Это нормально, мне кажется Хускару даже, мне кажется, 10 смертей нормально Потому что это такой герой Который убивает, но забирает за собой Убивает, но забирает за собой Так, ну, у нас есть Момчик, да У нас есть Сентрики Дастики надо еще брать Дастики Так, почти есть дизарм Этот дизарм мне очень пригодится Дизарм этот мне очень пригодится, да Хорошо, погнали Чем мне остается? Сатаник, дизарм, да И еще какой-нибудь слот МКБшка, например Либо диффузио Либо диффузио То есть там вдвоем прям газует О! Иеса, мне кажется, сейчас можно будет забрать Он что там стоит в дупле Оу Дядя, не надо Оставайся с нами Три секунды телепорта Печалька Три секунды телепорт Интересно, Ладар тут будет фармить? Да вряд ли он будет Он, наверное, побежит просто смело Иллюзия Ну, значит, он на руне был, правильно? О, ес Ес, ес, ес Цепляй! Дядя, ты че? Я прогулялся Жесть, а тут вард по-любому стоит Найс, вот это я его нашел Хороший, супер Отлично Пойдет Гоу туда Лад, говорит Не надо тебе лад, дядя Че-то там бегает Гоу туда Пацанам Слардар еще Ля Вот это жесткая там драка Прямо Слардар еще душит Слардар прям такой Находит, кстати Молодец Кудра играет Это ксусник, походу Так, ксусник только на Слардарах так бегает Как МХ-шник Всегда знает, куда идти и зачем Соло бы тут не умереть Было бы круто О Хороший Этого чувака солью Да ты шо, дядя Давай драться Орожь, даблкил сюда Даблкил сюда Странно, почему амплификацию не снял Да ладно, не столь важно Видимо Ух ты Жесть Давай, дядя, ультуй С Майксом прям по кайфу тут разносить Дизарм есть, ребятки Работаем Хорош, Слардар хорошо там двигается Но недостаточно, чтобы нас, видимо, выиграть Походу, эту катку выиграем, парни Дефолтный билд Собираем сейчас Сатаник И погнала далее Сатаник, чтобы с Слардаром драться Так, дизарм на четверку кидаем Чтобы можно было, если что, накинуть в драке Такие лютые замесы Тут жалко, что на вставочку ничего не сделал 202 урона, кстати Пойдет Погнали сюда Рошана еще пока нету Игорь, на базу сходим Хотя можно, в принципе, Сатаник холотить спокойно Полторы тысячи, да? Три тысячи стоит топор И, в принципе, тысяча сто у нас стоит Ресипи Но еще 3к, в общем, в целом Три тысячи Две тысячи еще Так Можно болчару с собой, как говорится, на гонке взять 188 урона и получается 252 демеджа Сюда Вот это много Казалось бы, ничего, да? По сути, нету там на демедж Что корм лет, да? И демеджа очень много Все равно Сатаник делаем Сатаник В принципе, у нас есть БКБшка еще 8-секундная Сатаником это все подкрепить Будет круто Так, еще кружочек делаем Наверное Петукс Убили Петукса Это у нас Ерсбруйкер Погнали сюда Мана регенится по чуть Есть Блин, когда уже ребята вымрут Те, которые просят латенс поставить Когда у них лагает Ребятки, это особо ни на что не влияет Если у вас задержка большая То значит У вас стоит в игре лад большой Большой лад То есть сотка, пятьдесят Если задержка большая И при большой задержке У вас не должно быть фризов А если у вас задержка маленькая То могут быть фризы То есть это соответственно значит Стоит маленький лад То есть тут нужно Тут уместно было бы попросить Брат, дай пожалуйста латенс 35 У меня фризит Даешь 35 И фризов чуть поменьше И так далее А то ребята пишут просто Лад, лад, лад Ничего не дает, ребят По большому счету Волк помогает Видели? Крипа за ногу укусил Типа помог Помог, круто Надеюсь меня тут сейчас не загрызут Ладно у нас есть Против Слардара Вообще желательно делать Кирасу Да? Его почему нет? Кираса офигенно зайдет Ля, ребята там дерутся Го драку Днеприл у нас есть Этого сюда Ой-ой-ой Жестко там Слардар нарезается Погнали парни Надо душить Надо душить Змеи ставятся в атаку Ставятся в атаку Не знаю У меня наверное не успеет Этот Браконьерский добежать Да ты шо, дядя Этого я тоже догоню По идее, да? Да, догоню А нет Орелок нет, да? Успех Снайпер выжил, кстати, тоже Молодец Вовремя лотар зашел Но нету детекшн Лотар не контрится Есть такое понятие Я прыгну У меня все есть Наверное в котла прыгну Хотя мы вдвоем В 2 на 4 Сларк ушел 2 на 4 Да, не очень будет 2 на 4 Сапа лучше дофармить Правильно Сатаник лучше дофармить Кура там в балка Зачем? Чуть до сатаника осталось Дофармить Так 1100 Имеем Практикуем Так, сатаник есть, парни? Хорошо Сатаник, БКБ, молния, да? Было бы круто Сюда что-нибудь запихнуть Что-то типа надо запихнуть сюда Что-то еще дополнительно Чтобы можно было Вообще, как бы Как бы не даст и кинет Пришлось бы купить дополнительным слотом Потому что вообще не видим никого Так, найс пошел рошу Я не пойду, Рошана Я пойду в драку Я пойду в драку Сатаник есть, можно поесть Бежали Вот он тут дуется Так, если что БКБшка есть Давайте нажмем Потому что мало ли что Сладар прыгнет Вот он, вот он Отодвинем Хорош Дядь, ну не надо, please Ой, хорош Не, ну можно это прям на вставочку Прям вот это уже по годненькам БКБ, конечно, дизарм не смогу дать Но, как говорится, отблинковаться от стана Этман Еще как бы руки по Хорошо Пойдет Можно пойти хг побить Чуть-чуть Там петукс Сейчас ресница Петукс Снайпер байбэк Хорошо Но если снайпер еще байбэк То тогда Конечно, да Лучше отойти Армлетт сейчас на что-нибудь поменяем еще Не нужен он, я думаю, будет Даже хекс бы круто было Какой-нибудь взять БКБшка зашла, кстати Пойдет Зря котл вот сена не начал уходить То есть там бы Он бы раскачивал меня виженом Спокойно Вообще без парио Просто не парился бы, чел Просто не парился бы Просто тупо чел бы не парился Не парься Запарь лапшу, как говорится, да Так, какой же ластовый слот взять Можно взять скайди Тупо на жир И опять-таки Это даст мне и хп И ману И регенерации И всякого прочего дерьма Оно мне даст Можно скайди сделать Это же скайди сатаник Либо скайди молния Скорости атаки нету Можно молнию сделать Вы знаете будет Как выйдет Тысяч, 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 тысяч Типа, это круто Там промаха нету Можно сделать молнию Я думаю Но молния Типа у меня будет Надо до 3000 хп Ребята там берутся, да Я тут кайфую в лесах Слардар идет С керасой Можно молнию сделать Типа будем очень быстро бить И очень качественно бить Погнали помогать Пару Пару Отпустился Погнали Так, пацани Я, конечно, все понимаю, дядя Не-не, тебе дизарм только Ты не бьешь тут карту Ты в дизарме стоишь, дядь И в дизарме он ли Ага, вон он, вон он, вон он Вон он Пошел некор Хорош, я ему сбил Побьем вот так вот сделаем Оп, кп подняли Хорошо Пойдем Ну и не сломается у нас Да, жестко, неплохо Неплохо Давайте садискади сделаем И по этой будет еще и замедло дополнительно Так, байбекнулся опять с лордар Но не хочет категорически отдавать эту игру Вообще жесть Откуда столько у пацана рвения Я в эту катку прям вот Прям в эту катку прям пытаться так потеть Не знаю Но это точно по-любому Какой-нибудь подписчик, наверное, или хейтер А то был у меня один хейтер в игре Когда у нас Нага 0.8.0 стояла под колодцем Разбила свои шмотки И просто, ну, ничего не делала всю игру Просто писал Пацаны, мне скучно И шел по миду фидел, парень Жесть Я думаю, ну блин Такое себе Так, 3.700 хп Хорошо Жесть у нас получается хускар машина, да? Как это называется? Хускар машина, по-моему, если не ошибаюсь Вот это называется хускар машина Типа 4000 хп И Душнила валюта Скади Плюс еще будет срабатывать у меня дизарм Но чисто я, по сути, мешок избиения получается все равно Так, у сларка тоже очень много Но у меня 6 лотов уже Хорошая катка выходит, да? Хорошая Так, ну что? Ждем оппонентов И душем 200 урона У меня большая скорость атаки Дизарм можно будет еще поменять на какой-то промах На какой только вопрос Типа бабочку, да, что ли? Но бабочка нет в отдельном контенте будет Бабочка в отдельной катке, я думаю, будет Скади по кайфу сейчас сатаник В скади все работает И замедляешь И отхиливаешься И все на свете, как говорится Со сладаром можно будет подраться, в принципе Мастеры автоатаки встретятся в легендарном бою То есть, прикиньте Мастеры автоатаки встретятся в легендарном бою 2 хп чуть сольем себя Хорошо Билд на самом деле рофельный 3 800 хп тут Для сладара это, по сути, знаете, такая кормушка Давайте хилку накинем, потому что чувствую Чувствую жопой, что что-то сейчас возможно будет Один я тут стою Ага, вон она, жопа, начинается На топе Ладар врывается Погнали, погнали, парни Погнали, вон она, вон она, вон она Котл, котл, котл Котла сразу Минус Ты Криса Не, 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 не пробьете, дядь Не пробьете Вот этому, пацану Вот этого сначала Сначала вот это Потом снайпера догонять Стой, дядя Я знаю, что ты где-то здесь Где-то здесь ты Я знаю, что ты где-то здесь Вот так вот Ну почти Почти Вот прям вот на характере за ним Просто побежал и кусал его за ноги 90 секунд, как говорится, в таверне посидеть Но катку мы выиграем, ребятки Эту катку мы выиграем Было много моментов По трипл киллу Не знаю Это жесткая какая-то тема Можно было один ультра кильчик вот-вот-вот сделать Но не получилось Ну, по фану пойдет Пойдет, ребятки Пойдет, по фану пойдет Первая катка у нас дефолтная А именно почему дефолтная? Потому что мы собрали здесь дизармы Всякие сатаники И прочую всякую тему Next пойдем не по дефолту Очень хочется подушить через Другие Кнопочки А именно через Аганим Конечно же Каточка через Аганим Потому что это очень круто Это весело Это интересно Но в целом тут команда хорошо сыграла Несмотря на то, что по 13 раз Ну саппорт и четверки В принципе Че с ним взять ГГ ГГ Каточка, я думаю, успешная Получилась очень интересно И задушена Все-таки 4000 хп на Хускаре Это как бы не шутка Не шутка Но и катка потная Сама по себе была Такие качели Слардар Много тут сделал Какой-то ксишник Смотрите ксишник Ксишник минус Получается ГГ Да, найс Смотрите, найксов закрыл Посмотрим, что будет С этим животным в загоне Опа, рипер Это гениально Это гениально Сейчас было Просто гениальный Мув Гениально Давайте Куру в Магас отправим Сделаем еще Шардик Шард купим Жесть Да-да, пацаны Конечно дают 46 На 60 Жесть У нас 60 фрагов На команду Круто Гоу Венженс Форсунчик Возьмем еще Шард сейчас Бафнем Окей Опа Шарды Имеются Блин, эти отчеты На самом деле Вот эти отчеты Секунды Они очень сильно В нервы Нет картинки С Эти превьюшками Знаете почему? Потому что Некрасиво выглядят Там превьюшки Когда там Какая-то цифра Непонятная Какая-то срань Знаешь там Но некрасиво А красиво Когда выглядит Знаете Ну вот Раз так Вот такой вот билд Вот красиво Прикиньте Вот такой в гайде Увидеть Да, прикольно Почему нет? Жалко, что киллов Немного Потому что потная игра Такая, знаете Не бомжатская Где там 90 киллов Захреначиваешь И как бы Кайфуешь, да? Ребята в анвэ Мид хотят пойти Да, походу В анвэ Мид хотят пойти Сейчас все что Нападаем И душим Там котл С агонимом Надо не забывать Потому что Он может вот стоять Здесь И меня уже будет видно Будет видно Хорош Опа Хорош Не надо дядя Вот это меня порвал С лордар Да просто Амплификацию кинуло И все Беги Хорош Просто Амплификацию кинуло Я не могу Ничем же все скинуть Ну Ультимайт там могу Но не в кого было улететь Уже Не в кого Че там у них Трон падает Жесть Пацаны только отвлеклись Раза трон пошел Падает Пытается пацан До конца играть Жесть Как змеи и душа Ой-ой-ой Ну слардара тоже Сейчас задушат Сларк тут Дарк пакт есть Ой все снял Все снял Хорош Джи-джи Слардара туда же ГГ ГГ Не тактически Но как говорится Закончили катку Не тактически Но закончили Крипы Мега крипы Очень сильно ломают Тэшка будет люто Падать сейчас ГГ А в принципе Надеюсь катка понравилась Она такая потненькая вышла Ну ребята Имбовые в команде Сларки Всякие баратрумы Сларки баратрумы Это конечно имбовые герои Не знаю В принципе лайфстилер Лайфстилер Тоже 17 ассистов у него У меня 10 На 7 разница Ну В принципе такая катка получилась Сларк не хочет идти заканчивать Хочет подольше поиграть Жесть 90 хп у трона остается Ребятки Остаются считанные секунды До того как трон упадет у нас Но ребята решаются Пофармить леса Не знаю Кайфуют пацаны От того что покупают шардики Покупают маднес И все в скорость атаки Прикиньте какое удовольствие Они получают от этой игры Это то в принципе К чему мы все и стремимся Чтоб ну знаете Именно получать удовольствие От каточки И там Не потеть там знаете Там жопу рвать за эти ПТС А именно получать удовольствие От игры Прикиньте это как классно Он даже Бара даже декает Понимает О чем речь Так Ну надо же это доломать Да Правильно Надо же это доломать Пацаны Пацаны не сдаются До последнего играют До последнего Не сдаются Слардар конечно может Суеты Может суеты навести Ксишник Ксишник Так Ну там Слардар еще Рестан будет Го Го Закончим Жесть Эту катку растягивать Будем сейчас Высшим Дядь Где там сларк Дядя Погнали То без байбайков Сейчас пойдем Сдохнем Они пойдут В анвэйм Закончат катку Это фиаско Братан Это фиаско Без сларка Такое конечно Будет идти Снайпера прыгать Без вижена Не очень Ух ты Найкс сидит По мне До сих пор Хорошо Душим Так Пульта сейчас будет Хорошо Погнали А ты Ди джи Хорош И красиво Заканчиваем Каточку Отлично Ребятки Ну вот такая вот У нас вторая катка Получилась потненькая Немножко Ребятки играли до конца Молодцы Очень понравилась Игра с Лордара Потому что он пытался Знаете Задушить Ну и снайпер Тоже очень много Наколотил В целом Вот такая вторая катка Ребятки Погнали Некстовую катку Сейчас сыграем Через Аганим И катка должна быть Немного повеселее Поехали Так Ребятки Ну что ж Загрузилась у нас Каточка Сейчас у нас Каточка Идет через Немного другой билд Через Аганим Через Аганимчик Сейчас будем играть И сейчас Надеюсь Получится катка Максимально интересная И фановая Будет тут у нас Различный Ну веселый билд На самом деле Посори Ну как по превышке Вы же в принципе Это видели Надеюсь катка Получится Самое интересное Я не знаю Много фрагов Надо будет наколотить И реали Let's go Пробовать Надеюсь хуска Сейчас не забанят На XLTB Любят почему-то Банить хускара Аркварден Забанят Ооо А это значит ли Не значит ли То что Есть тут какой-то Подписчик Который знает Что я на арквардене Могу подзадушивать Не суть Короче смотрите Берем хускара Берем птшечку Ему собираем Уплотняемся И погнали И погнали Душить Конечно же Будем тут делать Дагерочек Погнали Опа Хорош Вайпера берут Это хорошо Вайпер хороший Контроль Пускарчика Давайте посмотрим Что у нас будет Тут происходить Сейчас подзадушим Ребята Долго Наверное Будут пикать Долго Через агонимчик Ребятки Катка Через агонимчик И будем сейчас Рофлить Прямо гоним Это лютая вещь На самом деле 65% От текущего здоровья Снимать Это реально Очень много Реально Очень много Так Бара Там Нужно быть Немного Быть внимательнее Раскидывает Когда он Ооо Это не я Это не я Не 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 Ребята Когда вот такое Пишут Никогда не реагируйте Потому что Начнется хейт Лютая контора Начнется Парна Лютейшая контора Будут хейтить Будут хейтить Пацаны Это не я Это не я Это не хинозес Надеюсь Не будет Гареновская катка Ребятки Что такое Гареновская катка Катка Гареновская Это когда Все ливают На седьмой минуте Я последнее время В шоке с этого Так Найк соберут Хорош Найкс Хороший контроль У меня в принципе Тут билд нормально будет По идее Должны перебивать Главное Не фидить на меду Потому что Бара будет Моросить Моросить Ребятки Надеюсь Помогут Если что Сейчас посмотрим Как оно будет Все происходить Катка Надеюсь Получится Сочная Можно попробовать Как в старом гайде 52 фрага сделать Как в старом гайде Попробовать 52 фрага сделать Там гайд Вообще Сочный получился Не знаю Там просто По кдсф Фидил И вся карта Начала фидить Просто по калдауну И просто ходил Всех убивал Это жесть Такая безнаказанность Чувствовалась Так Ну еще Керри надо взять Подумал У нас воин О еще не крылать Тяжелый Тяжелый пик БКБшка По любому Надо быть БМ и будут Ребята научились Как никак Играть БМ Будут собирать 50 фрагов Ни на колутиш Посмотрим Все равно На фраге Будем играть Чем больше фрагов Тем лучше Меньше Смерти Больше фрагов Попробую Так сыграть Саппорта Надо нам Личью Личью Нарисовался Так Берем гантельки На урну Сразу И Вот Вот так Вот возьмем А рож Вардик у нас Имеется Нет парни Будем вардик давать Ну кто у нас тут Саппор Ой хорош СПС Братец Красава Дал мне вардик Ну что ж Погнали ребятки Вспомним былое Как говорится Вторая катка У меня посвящается Старому гайду Тут нужно сделать Так же примерно Киллов 50 киллов Постараться сделать Не знаю Получится или нет Но там конечно Катка вообще Там киллов Очень много Нереальное количество Даже не уверен Смогу ли я в этой катке Столько повторить Потому что Ну как никак Время идет Все равно Стареешь Как-то мозги Тупеют И если честно Мало что видишь В игре То есть у меня Сейчас игровое зрение Примерно вот такое Если раньше Игровое зрение Было как минимум Больше Вот То сейчас Игровое зрение У меня совсем упало Оно стало вот таким Примерно Кроме вот этого момента Я ничего не вижу То есть надо более Хладнокровно играть Как-то А раньше Видел намного лучше Не в том плане Что зрение Да там хуже стало А в плане того Что игровое зрение У меня потерялось Максимально То есть я не чувствую героя Не вижу всяких нюансов Это очень плохо Просто привык Максимально сильно Отлучаться На игровые процессы Надо если что Чаще на иконку смотреть Потому что иконка Сигнализирует о том Что барон у нас Будет бежать Так и ребята Готовятся к врыву Да походу Оппоненты будут душить Но если что Там гусики есть Да погнали Погнали Ага вот он Вот он Вот он пошел Ребята Ну рунку надо забрать Да ебать Все рунку забрал Убегай 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 Как могу Убегай Как могу Хорошо На развороте работаем Развороте работаем Опа Хорошо Офбшечка Отлично Найкса еще можно подушить Опа Ванды там Ванды Найкса туда же Найкса туда же Ну сгорит Нет 30кп 27 26 5 Хорош Отлично Пойдет И хилочка Найсо Кстати начало Как в том старом гайде Серьезно Один в один Просто Я вам отвечаю Просто жопу встал Один в один Такой же начал О да ты посмотри Он неугомонный на баре Неугомонный Неугомонный на баротрубе Так Ну найкс Кстати с вандами Это плохо Найкс Кстати с вандами Только там На миду Исэф был В прошлой катке В прошлом гайде И типа Сейчас тут не Исэф на миду А герой Который Может Как говорится Отражать мои стрелы Так Третий левел Надо душить парни Максимально агрессируем Максимально агрессируем Дай кину Не дает кинуть Так Животничь Стоит на стрёме Готовится Готовится ворваться Надо если что Обращать внимание На иконочку Да Животничьи же пошел Ко мне Так тангусик Надо накинуть Тангусик Жесть На четвертом левеле Хилочку возьмем Потому что Если бара будет Роумить А бара роумит Нужно эту тему Контроля держать Отлично Вон он ходит Дядь Не палишься Найкс Уходи Дверь закрой У тебя Фарм крик другой Отлично Так Хилочек берем Или нафиг идем Конечно нафиг идем Бара Топ Бара топ Надо написать Бара топ Уэдик Леги Дядя Так Слушайте Опа А вот он и нафиг Давай дядя Драться Промах Надо больше Промахиваться Задушиваем Пацана Не даем ему Вообще стоять Вообще Не даем стоять Вообще стоять Не даем Так На меня Бара побежал Да Хорошо На меня Бара побежал На меня Бар побежал Берем армор Потому что Спуском придется Скорее всего С куском С найксом Придется Драться Пустая Что там Долго бежать Будешь Или уже Отменил Отменила Жи Тогда Найкс Надо Подушить Чуть И подушить На пятом Левле Так вообще Надо Задушивать На пятом Левле Так вообще Надо Задушивать Так Хорошо Отлично Опа Есть у нас Пятый Уровень Я Один Найкс Молодец Еще Бодринку Стоит Так Вроде Чаржа Не было Пока Что А теперь Агрим Чуть Опа Крипчик Доможит Меня Чем раньше Сделаем Армлет Тем лучше Тут Против Найкса Можно Будет Прям Хорошо Стоять Армлет Сделаем Найкс Уже Ничего Но у него Фарма В принципе Нет Так что Все Пока Он Тут Не Фармит И отсюда И тут Не нужен Видоложка Че Собрал Пурманцы Хорош Какой Молодец Ланексе Пурманцы Собрал Хорошо Так Что там Гангайте Да Гангайте Я понял Понимаю Ребята Ваш Рвень Загангать Что Если Сейчас Шестой Лавел Лапну Хорошо Кстати Выгляд Сейчас Данная Ситуация По Идея Тут Не Умираю Я Так Думаю По Крайней Мере Ага Не Вот так Вот Возможно Я Умру Хилочка Ой Хилочка Так Спасает На Развороте Есть Хорошо Жесть Меня Там Хилка Спасла Жесть Что За Фигня Лич Еще Красава Блин Лич Красава Го То есть Активка Пошла Активка Пору Так Животное Без Сапога Лич Без Маны Лич Без Маны Го Догоним Го Догонять Пацаны Ух ты Какой Мансер Догоним До Конца До Конца Гейминг Ух ты Стилер Так Это была Перчатка Нормально Нормально Как Прям Блин Вообще Как На Профессионал Гейминге Я Заряжен Прошлым Гайдом Просто Потому что Мурили Я Тогда Был Молот Горяч Сил Нуби Свежевыжатый Топ Тб Как Говорится Здесь Вот это Я там На лоха Поразманс Я уже Подумал Все Туши Фонарики Это Почти Армлет Парни Будет Армлет Можно Будет Прям Походить Немножко Поподушивать Хорош Отлично Кстати Я заметил Днем Вообще Очень Тяжело Писать Гайды Объясняю Почему Потому что Очень Много Школоты Как бы так Глупо Не звучало Парни Очень Много Школоты Причем Школоты Максимально Токсичны Максимально Токсичны Вообще Жесть Так Ребятки Армлет Дают Мне Дегине Раз Пишем Что Армлет Кури Го На топе Ганганю Так Ушел Да Обр А Нет Го Пацаны Так Дядь Не надо Хорош Горелка Работает А что Если Я сейчас Возьму Нажму Телепорт Заюзаю Армлет Внизу И Задушу Как думаете Пара Цц Пара Цц Это Типа Этот Комбинация Волшебная Давайте Попробуем За Армлетом Слетаем Как Горется Армлет Есть Так Вышли На охоту Пара На охоту Как Говорит Этот Риксар Давайте Попробуем Поохотиться На кого-нибудь На некр Там Может Нету Никого На лай О Баратруб Чем Быйнет Пара За Баратрумом Но Не Сдохнет Слишком Мало Накидал Кто Знал Что Он Такой Криса Если бы Две Кину Ух ты Кстати Я тут Отъезжаю Нет Регенься О Ну от Некро Ну тут Не варик Было Пробовать Парни Переармлечить Потому что Под Некролай Там Хрен Подармлетишь Печалька Захейтил Парень 3-1 У него Ничего себе Так Возвращаемся На центральную Ребят Пора Или на топ Пойдем Давайте Что-то Погангаем Как Надо Погангивать Немножко Попукивать Погангивать Опа Животное Внизу Да Сейчас Вниз Пойдем Некр Надо Наказать Надо Наказать Некра Дагерочек Надо Доминатор Дагерочек Вообще Лучше В мид Пойти Пешком Да Ой Какой Купол Хорош Немножко 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 Работаем Два Не помню Записывать Ребята Не задушатся На деле порта Нету Парни Только Хуже Хорош Пойдет Отлично Так Ну Все Таки Сделай 42 Крипа 7 1 Опа Бара Побежал Да Опа Бару На x Там Рядом Давайте Возьмем Монетку А не Пассивку В разочек Возьмем Чуть Побыстрее Бить Чтобы Побыстрее Давайте Возьмем Вот Эту Штуку Хорошо Четыре Героя Да Вмеду Пока Подфармим Парни Она С бара Бегает Злой Злой Бара Злой 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 Это По-любому Чувствуется Чувствуется Негатив У него Прямо Он Такой Агрессивный Животнич Очень Агрессивный Хорош Так Есть Масочку Масочку Надевайте Обрано Топе Вайпер Мед И Я не Очень Хочу Прыгать На Вайпера Честно Говорю Знаете Почему Потому Что Это Вайпер Если Там Еще И Бара Поддержит Он Поддержит Поверьте Бара Еще Поддержит Это Будет А Кстати Тут Можно Можно Пробовать Морфила Брат Но Под Т4 Конечно Бежать Туда Не Ахти 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 Таш Заколоть Мало Это Это Вообще Нормально Это Закон БМ И Делают Все ПБМ Делают Хорошо Так Гоудсета Вот так Сделаем И Тепешечку Хорошо Так У меня Нету Маны На То Чтобы Если Что Захилиться То То Там Бара Походу Выехал Да Походу Выехал Так Хилку Еще Разочек Да Все Все Как Тогда Не Получится Немножко Ребятки Как Тогда Пока Что Не Получается Но В любом Случае Катка У меня Стандартные Шмотки Уже Есть Стандартные Пайпер Настоящие Нет Иллюзия Это Иллюзия Это Иллюзия Жестко Меня бы Туда Меня бы Туда Сейчас Уже Нет смысла Бежать Но Все Пройдемся Пройдемся Пацаны Вот он Нападение Прожми кнопки У меня тут Рипер будет Залетать Ой Ну Почти На вставочку Давай Попробуем На вставочку Ух ты Смотри Какой Не надо Дядя Плиз Хорош Не Ну Это На вставочку Если Еще Снайкса Заберу Стой Куда Побежал Это Ужас Какой Ну Почти На вставочку Ну Ультра Килл На вставочку Может Хороший Ультра Жалко Деда Не засуицидили Я мог Туда Сразу Ультануть Но Подойди Поближе Как там Мхап и душок Говорит Мхап и душок Так Даггер Надо Даггер Надо Хорош Я зарядился Старым гайдом И прям вообще По кайфу Раздушивается Ай Какие баши Прикинь Там Бара По-любому Сейчас побежит Да Ой Риппер Ой Риппер Хорошо Душим Ух ты Пойдет Пойдет Анстапа Был Был Вопрос Есть Нет Хорошо Можно Даггерок Сделать Ай Вот так Возьмем Возьмем Даггерок Погнали Парни Это нам Нужно Сейчас Пойти Взять Крипчика Крипчика Блин Я очень Хочу Рошана Пойти А не Какого-то Там Под Тавром Браконьера Забирать Так Кто там Бара Да Лоу ХП Почему бы Не прыгать У меня Да Герои Стив Боли Отлично С морфом Нормально Сыгрались Морф Молодец Так Чё там 75 Маны Правда Без Хила Буду Отлично Но 13 Фрагов Есть Ребятки До 50 Нужно До 50 50 Фрагов Надо В Этой Катки Через Оганим Напоминаю Ребятки Напоминаю Катка Через Оганим Рошана Команда Очень хорошо Играет Мне нравится Прям бодрячки Бодрячки Парни Бодрячком Пацанчики Некст Оганим Делаем Некст Оганим Оганим Делаем Некстом Так Лапать Будет Дядя Хорошо У меня Хила Нету Ой 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 Какой Армлет Дядя Хорош Ой Отчего Я умер Зол От Вайпера Умер По Сидки Блин По Прикиньте Да Ес Как Заруйнил Сейчас Я бы Соло Забирал Он Очень Сильно Заруйнил На Есть Ладно Не суть Не суть Бывает Кто бы мог Подумать Жесть Я умер От Карасивов Да Походу Как они Долго Висели На мне Это Жесть Ну там По-любому Надо Должен Пытаться Переармлять Просто Чуть Не повезло Ребятки Чуть Не повезло Ничего страшного Ничего страшного Делаем Маганим И Работа Работа Тут Гасту Сделать Там Герой На самом деле Хускар Хускар Очень сильно Контрится Икролайт Так Яс Походу Наигрался На Это Плохо Механ Помог Ааа Такой Сидит Механ Помог Так Ну реконектит Надо попробовать Латом Большим Погонять Может У него Подзависло Механ Помог Говорит Так Ну пойдет Пока что Идет все по плану Ребятки Душим Душим Хорошая катка Команда Очень хорошо Отиграет Механ Помог Не хочу Еса Кикать Потому что Проблемы будут Потом Механ Помог Ес Молодец Работает Все равно Хоть и заруинил Сейчас Рошана Полностью Ес Еще заруинил Может было Намного лучше отыграть Надо сейчас Смока брать И бежать В Рошана Тп Смока Тогда не покупаем Поинбустер И идем Просто Пешочком Хорош Так 14 фрагов Есть 16 минута Надо Ребятки Сколько фрагов Правильно 52 фрага Хуски не работает Кто Не работает Утэ Зачем Я взял Его На Хуско Не работает Кого Там не работает Маги Не работает Шан Пишет На Хуске Ультник Работает Почему Просто Резист У меня Большой Очень Гоги Так Хорошо Ну и Есть Нас Покину Есть Нас Покину Так Ну на Меду Много Крипи Давайте Смоем 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 Хорош Можно пока Пофармить Аккуратно Сол Ринг Забирай Все Там Че Надо Так Вот эту Тему Вот так На базу Это Смока Это Сюда Это Сюда Это Туда Это Погнали Все Отлично Пойнт Бустро Есть Погнали Так Хилочка Рошана Я сам Забираю Тут И Сложно Будет В принципе У него Фулл ХП А тут Аккуратно Подармлетим Если Что Подармлетим Аккуратно Ну на Хилах Я думаю Вывезем На Характере И Нужно Поддушивать Там Блин Уже Там ПБМ Сделали Пацаны Погнали Хорошо Главное Если Что Когда Рошан Станет Армлет Не Клацать После того Как выйду Со стан Только Когда Клац Вот В такие Моменты Армлет Не Клац Иначе Вы Идете В стан Хорошо Душ Он Спокойный Я Сам Спасибо Дядя Отлично Все Таки Забираю Рошан Злостного Пол Аганима Есть Жесть Прикиньте Как Я В БМ Буду Хреначить Я Я Иду Дядя Я Поможи Дядя Стой Ух ты Ух ты А круто Было бы Если бы Сейчас Взял Жуманакса Да Взял Жуманакса Я Побегаю Чудя Прикиньте Я бы Взял Жуманакса И сбил БМ Тп Но Им Уже Не Допер Так Почти Аганим Есть Хорошо Ребятки Мид Зафармливаем Берем Аганим Кстати Была Вариативность Такая Взять Не знаю Там Вижена По-моему Не хватало На Тролля Я Смог Бы Там Нормально Прокликать По-моему Там Тролля Видно Не Было Возможно Я бы Прописал Сю Контор Так Не знаю Так Есть Хорошо Улаганимы Имеется Улаганимы Имеет Так Все на Топе Бары Да Белать БМ Тоже Криса Вайпер На Миду Давайте Бару Попробуем Задушить Есть Все Кнопки Пилочек Налицо Аккуратно Так Бачком Сразу Накидываем 2-3 тысячи Даю Умирает Хорош Три тысячи Все Он Мой Сто Процент Отлично Огонимчик Имеется Парни Да Ты Шо Дядь Не дал мне Огоним Добить Сек 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 Огоним А только Вместо Чего Вместо Оеги Надо Огоним Ложить Есть Что На Екс Где Чтоб Он Не Хилился Снимаем Себя Ванды Снимаем Рипера Сюда Молодец Так Чайник Пошел Еще Будем Принимать Ой Вот Чуваки Дают Вообще Ужас Какой Завардить Говор Хорош Опа Отлично Сюда Я тут Принимаю На себя Жопу В принципе Армлетт Не выключаем Только Рож Хорош Вот Я тут Прессингую 6 Хорош Лич Просто Молодец Что Не Сделяет У Меня Челлендж Тут На 50 Фрагов Как Старом Гайде То есть Вот Это Тут Овнедж Лютый Отлично Так Ну Далее По Стандарту ПТ Я Не Стану Тут Делать Наверное Уже Хорошо Сделаем Далее Что Мы Будем Делать Вообще Это Желательно БКБ Хоть Делать Я Там Погайду Вообще Делать Тараско Тупо Взял Тараско Сделал Вместо Урны Тараско Вместо Урны И Это Было Круто Это Смотрелось Очень Бодро Тараско Вместо Урна Но Тут Видимо Придется БКБ Делать Потому Что Тут Такая Тема У меня Вообще Изэрил Сделать Так Изарм Какой-то Нужен Так Там БМ Плохо Пошло Пинание Пошли Пинать Меня Влево Вправо Знаете Бару Сначала Хорош То есть Как же Меня душат Ух ты Как же Он душит Этот Хоскар Это Жестко Это Жестко Это Жестко Триплкил Но Это Чисто Можно На Вставочек Кто Там Еще Риснулся Вайпер Риснулся Куда Пойдет И тут Идешь Ты Нет Ладно Криса Не Надо Фф Пацаны Дайте Чаленги Сделать Тот Самый Старенький Чаленги Тот Самый Старенький Чаленги Так Из Эриал Говорите Гасту Возьму Подадим Урну Окей Так 23 23 Фрага Имеем Тараску Я вообще Там Делал Старом Гайде Тараску Старом Гайде Делал Так Идет Вардин Да Сейчас Задуш И Сюда Дядя Зачем БМ Нажимаешь БМ Не надо Нажимать Дядь Так Это Плохо Побежали Там Бара Наверно Бежит Да Забежать Не надо Дядя Сейчас Если будет Хилка Я себе Накину Подеремся Бара Бежит Просто Там Десять Ром Бегут Дядя Вообще Страшно Вырубай Я тут Скорее всего Умру Конечно А че Я не хилюсь Мне хилиться Вы пожалуйста Жесть Ай Чуть-чуть Не успел Но на самом деле Гаста каталась По всей карте Это жесть Жалко Гост по карте Катается Ничего Есть Кстати Сколько я там Фрагов Наколотила Сколько раз я умер Надо посмотреть Мне же нельзя Больше умереть Так Смотрите Сколько раз я умер У меня тут есть Пять раз я умер А нет А да Ребят Немаловажно Я сделал тут Тараск Тараск Немаловажно Потому что ХП регенция Повышать Пять раз я умер Ребятки Показываю Старый гайд Пять раз я умер 52 на 5 13 было у меня И при этом Было у меня Сколько вардов Бонус экспил Вардов Четыре варда Все купил Нифига себе Я гениальный игрок был Жесть Все погнали Сейчас будем К этому стремиться Изарела у нас имеется 50 секунд Курим И 52 фрага 5 смертей Не больше 5 смертей У нас должно быть 50 Ну там и пик другой был Там вата была Да согласитесь А тут пик такой Бара Некр Это посерьезно Это посерьезно Бкб next Ребятки Бкб чтобы можно было 1 на 9 драться Смотрите что морф А прикинь Сейчас бы мультик вылетел Дядя Ты бы сейчас сдох Смотри что делать Ой-ой-ой-ой-ой Бро Перекачиваюсь в США У тебя вейва есть А вейва нету Сол нажми и улетай Сол 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 Жесть Вот это морф Вообще чудик С таким морф Конечно и проиграть Можно ПКБ Я к вам Личь красавчик Топ Топ Тпшку Наверное Сделаю Да А нет Погнали Так Изэриал Трэвел Надо будет Сделать И Бкб Ха Трэвел Ну Вместо чего Бкб Ха Армлета ставим Изэриал Сделали Надо подпушить Подпушить Немаловажный момент Что я сделал Тараску Тараску Сделал Место армлета Стармлета Сделал Ого Там кто-то еще шел Вайперс ДД А вообще изи Какой вайпер Какой ДДД Ух ты Дядя Какой вайпер Какой ДДД Ничего не знаю Я о нем Я вас не сличит Погнали Там еще и Найкс Да У меня изэриал Если что Блин Если честно Не крылает проблем Так Лич без чайника Это плохо Чайник закипел Так 26 фрагов есть Половина Можно сказать Сделана С 27 минуты Половина Есть только Бкб Ху надо И Тараску Бкб Ху было бы круто Блин Ну Тараску Сделал Вообще Пофиг Будет На все Лучше Трэвел Для поддержания Драки Трэвел Для поддержания Драки Вместе Надо Там ПБМ Пацаны Сделали ПБМ Так Воспользуемся Услугой МХ Ага Вот тут Пацаны Три-четыре Героя Хорошо Есть такое дело Ой Йоу Оу Джоу Йоу Парк Не душите Пожалуйста И надо Риперов Мне давать Всяких Всякие Риперы Мне не нужны Ваши Да хорош Дядя Это жесткое Что-то Что вы От меня Хотите Жестко Лич просто Засолил Лич просто На вставочку Сделал Пацаны Жесть Но фрагов Очень много Я потерял Жесть Хускар Душит Говорит Да какой Хускар Лич Вас сейчас Вынес 27 на 3 Играя Бро Жесть Гоу Рошана Сливаем С помощью Аганима Жесть Итериал Сейчас На самом Деле Залетел Прям Людо Давайте Вместе Сапога Зачем Дядь Жесть Это вообще Жестко Вообще БКБ Блин Опять Таки Сейчас Была БКБ Я бы Не выжил Наверное Сатаник Круто Зашел Мне кажется Давайте Сатаник Сделаем Если Там Я делаю Тараску То Сделаем Сатаник Сейчас Я вообще Не знаю Как я Там Выжил Просто На этих Лоу ХП Какая Шодота Произошла Так Погнали Это Сатаник Сделаем Сатаник Все Таки Ребята Чтобы Можно Было Если Что Подраться Бару Сольем Просто Там У всех БМ Еще Это Конечно Тяжело Но Килочка Нету Там Ничего Килочка Лучше Конечно Тараску Сделать 1100 5300 Давайте Тараску Сделаем Что Такого Тараску Сделать По Кайфу Вот так Сделаем Тараску Сделаем Парни Просто Немаловажный Момент Как Говорил Хенадзис Гайди Сделаем Тараску Без Армлета Армлетом Не будем Там Играться Ребята Решили Подтипофили У них Там Аегис По сути Так 3200 И 1100 Хорошо 1100 Купим Себе Сейчас Погнали Хорошо Ребята Бегают Амбарды Возможно От этого Стоят От Вайпера Как Так У кого Там Была Оега Лич Поможи Дядя Дядя Лич Поможи Мне В меду Будем Дышать Го Душить Хорош Кто Там Следующий Найкс Найкс Дядя Стой Жесть Хороша Тараска Есть Сейчас Жесть Какой Отхил С Тарасочки Еще Дополнительно Сапожок Тарасочка Изэрел Изэрел Тоже Хорошая Так 28 Да Только Фрагов Но Маловато Маловато На самом деле Три смерти У меня Маловато Фрагов Очень Маловато Попробуем Вот это Еще Плюс Фрагов 28 29 Будет 10 Ассист Ассиста В этой Катке Больше Больше Опа Смотри Какой Смотри Какой Тет Делает Что Делает Дядя Что Делает Дядя Долб Пробуйте 6 Секунд Там До Некров Секунда Некров Опа Сюда Хорош Это Есть Опа Ча Этгг Эх Опять Будет Не вовремя Улетел Ну Даши Блин Но 29 На 4 Получается 29 Фраг Не знаю Тут Не сделаю Я 50 Все Таки Вижу Что Оппоненты Немного Посильнее Чем Тогда Когда То Я Играл Там Ну Там Сэф Просто Жесть Пока Видел Надо Как-то Блин Так Трэвел Надо Быть Сделать Сейчас Топ Подпушится Найкс Уже Начинает Пробивать Сэрон Хз 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 Такое Тяжеловато Я даже Не знаю Сейчас Драки Теряешься Что Нажимать Я Гол Сам Себя Сейчас Снял Просто Как Там Двигаться По Этой Драке Куда Влево Вправо Вайпер Тоже Там БМ Блин На самом деле Да Такое Еще Играет С нами А он Не хочет Отдыхает Он Тупо Го Попушим МВ Пятером С Войдом По всеми Пара Бежит Так 30 секунд Мне бы Блин Тревел Надо Сделать Хорош Ушел Вмину Крипов Заберем Да 29 на 4 Играем Но Это Все равно Не показатель Мор Без А Третий Думай Куда Третий Спел Делся Третий Спел Что-то Аганимно Гибридик Ладно Ладно Не трогай Так 10 секунд Если что Я дропну Сапог На базе И полетели Жесть Но 4 раза Умер Чуть Чуть Не хватает Жизни Жизни Не хватает Чуть Жизни Чуть Чуть Не хватает Чуть Не хватает Чуть 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 Не Хватает Так Тревелухи Мне Надо Тревелухи Тревелэ Надо На базе Тревелэ На базе Мои Тревелэ Так Куру Плиз сейчас если будет кто-то подбайчивать до типа и чтобы я мог спокойно двигаться того вообще пока будет по кайфу можно мне мои травела была летят так но он уходит варда стоит до скорей воды скрестят стоят жесть как меня там никто пробить не может даже под некром живу вообще как бешеная собака факторы было имеем да хорошо likes на топе с дизармом это плохо с дизармом 19 левел вот видите как он вроде фидит фидит да видим видит на x а потом раз смотришь 19 левел а это потому что я умирал вот и все лотар лотар это где-то рт гг вот арбов и сариша делает дядя если я не себе кинул стоп стоп игра стоп игра я не себе кинул еще вы будет так поторопился я случайно на мискликнул жесть короче все стоп фид соло вот войд ползе не прыгай жди нас войд прыгнул там поставил купол 100 секунд меня не будет но сейчас еще эту игру проиграем пятером он ли ползе и детекшн надо жесть но получается катку начинаем но 50 я точно не сделаю уже я это вижу уже потому что уже поздно уже посмотрите в них и слоты и играют они уже принципе совместно а у нас как-то у нас мы с войдом не можем никак сообразить на двоих как говорится войд прыгнул я что-то за ним туда и потерялся войду хилку кинул ой там же никто не вдамаживает 6 на x посреди на их садился как 36 минута на x сколько имеет 4 на 5 на x а и гг хорошо так вот напишем мара конечно там крипуля а клич молодец очень много слотов имеет ой-ой-ой-ой бро уходи это gg брат ульту кидай ульту кидай ульту кидай ульту кидай нет смысла там что-то думать что-то думать нет смысла там что-то думать нету вместе надо а то начинаем проигрывать проигрывать начинаем надо вместе вард стоит разбей а если кто-то вывел из подох на x1 виду 20 сек а будет самого должен убивать под маднесом мой интернет передает привет хорош хорош но морда кстати бесполезненький у нас 262 бегает что делает умер так ты же есть крип так пять раз больше умирать нельзя но это как получится как получится конечно как получится конечно альбара на топе да возможно вард стоит давайте проверим в арте стены поройдет пешком хорошо ах ты чарнулся смотри да я за ним за барабин хорош погнали стой тебя хотя бы так пошло пошло дело у ю ю все в это рел прячемся внуши сейчас все на меня будет юз то есть еще лаги пошли на хорош вот дядя поможешь мне мы еще и лаган и но тут как бы 6 смерть просто не засчитывается и что ложечки кожи я жесть как повис ладно ладно ну драки мы уже не тянем драки мы уже не тянем плюс я повис ничего не могу контролить начинается ребятки но видно да тут конечно и наш другой уровень игры ой все если сейчас вот так и пойдет это гг ребятки мы проиграем это я вам отвечаю я не могу драться и могу драться меня там закон тревый джесс меня толкает лево вправо амбм и попробовать сделать это наверное этот ведет все оставь его в покое вас подъять омоля а если сура тура дуралей она была закрыть его и чайник кино чтобы он убежал в тавр а уведи его туда что ты делаешь орб конечно такой себе я не знаю зачем это морф делает вот это зачем морф хорош будет красава жесть на 6 раз я уже умер ребятки на все фраги остановились все-таки не тот буст да как раньше был но и не те герои согласитесь не те герои там не сэф этот безобидная тут хотя бы герои которые могут огрызаться мне нужно сделать сатаник это я не знаю опять таки я не могу драться там по бм у раз как тут лишнее или огонь не огонь мне продавать нельзя потому что это контент тема сатаник надо обнуть хорош пятером так или везде это хорошо опа нам выйдет бежал даю хилку брат живешь по идее отлично живет живет хорошо меня чё-то душа джейс там а чайник бесконечно понимаю хорош и найк студа же еще вот да в крипа залазит крипа залазит а не бейте вы этого крипа лол хорош сюда отлично так на голову сначала наверное себе жопу хилим а потом всем остальным ухты и криса шел до шел блин детекшен надо на вайпера типа парень просто в этот заходит в инвиз и все он просто в инвиз зашел и сам не стандарт а где-то стой я тебя хочу убивать я не 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 варик вообще есть это перила бесконечная дядя не сюда хорош жесть 31 сделали ребят 31 не больше тут больше тут не получится хорошая хорошая катка ребятки в целом через аганим получается у нас сейчас сатаник еще доделаем загоним по кайфу и аганим все-таки дает что-то хускару начальной стадии прям вообще пока катки прям красивые получаются но жалко что лучше старый гайд намного лучше получается по геймплее но там ребятки совсем слабенькие были причем они играли до конца видели как могли и это было по кайф это было по кайф такая катка была конечно пушка конечно да такое так это сломали найти я уже думал что мы все начнем сейчас проигрывать проигрывать начнем так ну и ластовая катка у нас остается ребятки фановая фановая катка тоже принципе это пуска будет аганимный но немного другой белку немного другой попробуем тоже полу такой бил который у нас сейчас хорошо . кучка кучка вы знали что кучка меня зовут и дядя ух ты знаете задиспелимся замедлим кучка говорит еще замедлим снимемся все негативы кучка что-то кучка а можно мне кнопку ростух нифига сидеть ой 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 вот это я себя домогнул 5 но не на и надо на пащики но но пащики делать ну давай я вот сюда пробегусь просто задушина она где там высота не сейчас сатаником вернемся за душу что таник есть можно поесть то там чё сказать хотел кучка оба но пойдет 18 ассистов ребятки 32 фрага посетили у нас как говорится вот эту каточку находилась эта каточка получилось даже немножко потная сначала изичная потом получилось потное а все почему а потому что потому что герои были не те как прошлом гайде все я отмазался не на самом деле каточка интересная получилась друзья на хускаре жалко что там не было 50 фрагов как старом гайде да но еще как говорится не все за горами как говорится да как-то говорится но как-то так ребятки вот такая катка у нас полчаса через огонь и поехали next вы Так, ну что, друзья, загрузилась у нас очередная катка. Это, наверное, уже 21-я катка, 30-я, 70-я катка, наверное. Я не знаю, это, наверное, 13-я, на самом деле, игра где-то. И я пытаюсь отписать магического Хускара. Это такой бред, если честно, но что поделать. Магический Хускар — это фаново, это фаново, ребятки. Фановая катка и несерьезная максимальная игра. Давайте, знаете, что сделаем? Конечно же, Хускар — центральный коридор. Центральный коридор. Вот так вот делаем. И возьмем варгик. Хорошо, там взяли инвокера, теника. Довольно-таки тяжело будет, но начинать будем стандартно с армлета. Начинать будем. И далее что мы будем делать? Соберем, конечно же, как вы видели на превью, догончик и акторит. И попробуем эту тему все под юз. Будет, наверное, интересно. Я, конечно, не уверен, но в целом посмотрим, что у нас получится. Главное, чтобы взяли героев, которых можно шотать. Жизнь, забавно. Забавно. Так, взяли у нас алхимика еще. Алхимика. Из-за того, что постоянно ребята, ребята, получается, банят Хускара. Я не знаю, зачем они его банят, ведь его, в принципе, не берут. Лучше забанить Сларка, чем Хускара. Не суть. Короче, сейчас фановую катку откатаем, ребятки. И пойдем отдыхать. Гайд я уже пишу очень долго, пацаны. Очень долго гайд пишу. Надеюсь, этот видосик вам понравится, ребятки. И этот гайд, не знаю. Да в целом гайды все вроде нормально заходят. Но на них очень много времени убивается. Прям очень много, ребят. Там по 25, по 27 часов бывает. Вот этот гайд в совокупности уже часа 22 я делаю. Где-то так. Казалось бы, да? Там просто что там такого отыграть игру, да? А ты попробуй. Серьезно. Попробуй это дерьмо на вкус. Донести то, что именно нужно донести. Разные билды. Интересные картки. Попробуй. Ты попробуй, главное. Так, ну что, друзья, идем в центральный коридор. Опа, там с этим. Со своим другом будем драться. С другом будем драться. А в реале заберу. Простанет. Хорошо, инвокер на миду будет, да, по идее? Так, ну по стандарту-то, да. По стандарту. Не надо меня трогать и... Хилку попытаешься сбить? Инвокеры. Инвокера прям с первого левела будем пытаться душить, чтобы он типа вообще... в шоке был. В шоке, чтобы инвокер был. Хорошо. Но желательно на третьем. Странно, почему не алхимик на миду? Это было бы вообще жесть. Прикиньте, алхимик на миду, но это довольно-таки неприятно. Так, ну я всех крипов добиваю, да? Хорош, инвокер в шоке. Так, что нам нужно нафармить? Нам нужно нафармить сапог. И взять хилочку. Оп, хорош. Отлично, давайте пока сапог. Кофиг. Инвокер что там взял с себя? Врейзик у него. Он что-то вообще стесняется. Стесняется инвокер. Не подходит совсем. Сейчас сапожком прям вообще начнем. Загулы. Жесть. Оп, отлично. Хорошо. Сейчас лайн пойдет. Воспользуемся конторой. Называется запуши и убей. Запуши и убей. Так, наверное, сейчас и будем пытаться делать. У него там хилочка, поэтому накидываем до талава. Он разворачиваться не будет. До талава накидываем. Так, инвокера принизили чуть-чуть. Принизили чуть-чуть. Сейчас, возможно, он еще раз умрет у нас тут на миду. Скажете, почему? Потому что воспользуемся услугой, называется запуши и убей. Запуши и убей. Или нет, не будет. Я ему вообще экспы не даю. Жесть. Жесть, парень в шоке. На пятом левеле начнем. Души. Максимально хорошо. Сейчас, в принципе, не сказать, что я его прям не душу. Я его душу по максимуму, как могу. На данной стадии. У меня уже пятый, у него только третий. Это очень хорошо. Дашь, шоп, тебя со своим колдснапом. Не надо, дядя, пожалуйста. Со своими колдснапами. Кстати, нормальная тема с колдснапом. Еще бы СССР туда подкинул, так я бы сдох. Наверное. Но я тоже не стою на месте, мансит пытаюсь. Хорошо. Приноровился в этой катке, прям лосхич хорошо. Хилку не хочешь кидать. Так, но мне бы хилочку тоже как-то взять. Какое-то. Пойдет пока. Пока фармю им. Я уже чисто на автомате. Лосхичу уже тут как зверь какой-то. Я не знаю, разыгранность. У меня такая прям свежесть. Разыгранность. Так, инвокер пришел. Да, наверное, монетка это была. А, нет. Активка какая-то была. Так, корни мне не дают. Это плохо. Второй момент. Не дают чарж на мид. Это тоже плохо. Пармим тупо, короче, армлет, я так понимаю. И с армлета начнем. Так, используемся услугой. Запуши убей называется, да? Ходит, как обычно. Лисы, леса, кусты. Вот это все начинается. Инвокерские вот эти фишечки, проделочки. Просто я боюсь, мне корни не дадут случай, если я встряну нормально так. О, найс, наконец-таки. Хоть что-то. Хоть что-то. Наконец-таки бар проснулся. Бара проснулся. Так, 250 хп тут сонстраки. Всякие. Он там уже фуловый, что ты хочешь от него? Фуловый, ну а раньше. Сколько я тут с ним бегаю, потею? Бегаю, потею с этим инвокером. Не надо, дядя. Плис. Рук, дай три, попрошу. Запарил он меня уже. Не дает три. Я сейчас тут просто сдохну от сонстрайка. И все. Ща, кидай, говорит. О, хорош. Наконец-то пошел хотя бы какой-то реген. А команда накопится? Что там парам лету, кстати? Триста. Ой-ой-ой-ой, что это я делаю? Дядь, ну так не честно. Хилочек есть. Что-то страйк уже кинул, дядя. Оп, не кинул, ну ладно. Ладно, как скажешь, брат. Так, вот сэ. И давайте вот так сделаем. Хорош. Первый артефакт, который мне нужно, это, конечно же, армлет. С армлетом мы и будем начинать. Бит мы выиграли. Руф немного подзабил, подсабил. Вот, а что, можно было еще и стик взять, да? Фарма у меня тут лопай-попай, говорится. Ща, ребятам поможи сделаем. И туда пробежимся, и сюда. Хорошо, все, кура фу. Идет. Вот это закроем, сейчас сразу возьмем. И дальше догон просто делаем, и все. Пановая катка, парни, напоминаю. Это несерьезная игра, максимально несерьезная игра. Надеюсь, вы ее воспринимать не будете. 6 там на топе весело. Хорошо. Куралью знал, но ему тоже там не достать по седьмой минуту. Почему нет? Почему нет? Ману не хочу сбивать себя. Да ну нафиг, кому какое дело. Надо сфармить, а не ману там, беспокоиться за ману какую-то, да? Сфармить надо, а не ману, бояться сбить себя. Правильно. Мне кажется, правильно, ребята. Вейнвакера искать. Next, делаем догон. А, вон он, да? А, алхимик. Алхимиков наглый, по-ташкам. Стой, куда так быстро побежал, сапогон, с вами. Что, если ты быстрый? Герой стопится еще. Пара с началки и на лоцит побежал. В базике офигенно заходит в такие моменты. Хорош. Так, вот так дело. И тпшечку надо. Пойдет. 50 крипов имеем. Имеем. А топ, наверное, будем сейчас бежать. Блокер вниз ушел. Так, значит, продаем гантельку. Все остальное бафаем. Пойдет, погнали. Кроль там топного. Алхимик таким в миду, да? Решил постоять. Ну, вниз я тогда не пойду. В мид побежим. Там что-то левел, даже если алхимика апает, я, в принципе, его убиваю. Даже без хилов и все прочее. Да пофиг, что у тебя там ультимейт, дядь. Сгоришь на работе. Хорош. 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 Отлично. Полдогона есть. Че качаем далее? Берем пассивку. Погнали через пассивку и догон будем далее брать. Ой, жесть. Чувствую, это катка будет фановая. Заберем этих типочков. Заберем быстренько. Ребята, внизу что-то затеяли серьезно. Клоаку инвокер взял даже. Зачем? Кстати, у него проблема с маной. Пускароидов. Пускарида проблема с маной. В принципе, по кайфу. По кайфу подсобрать что-то такое. Так, это у нас догон. 6. Догончики есть, можно поесть. Догон есть, ребятки. Пойдет. Сейчас на тролля можно будет газануть, да? Я так думаю. Заберем тут. Лайны че выиграны? 7-3, в принципе, да? Ну, доминета. Почуть. Так, почти мана есть. Хорош. Сейчас возьмем догон. Постараемся взять бегерочек. И попробуем. Это дерьмо на вкус. Так, мид меня сломали. Омник сломал. Там пацаны что-то хотят. Кого-то кипеть. 6. Вот они устали, наверное. Так, тени к миду. С руки, с ноги бьем, да? Со страхи будут? Дядя, стой. Не хочет, не хочет ультить Husqvar. Хе-хе-хе, жизнь. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Это жестко. Шелку. А ну, стой. Жесть. Что-то инвокер. Возьмем пассивку. Хорошо. Так, полторы тысячи у нас имеется. Можно, знаете, что собрать. Там какой метеоризм хороший. Произошел. Можно догон начинать, проаппать дальше. Либо взять даггер. И зафармливать всю карту. Ну, конечно, можно сделать так, знаете, да? Типа зафармливать всю карту. Это, в принципе, и будет по кайфу. Давайте так и попробуем. И манку с собой берем. Это забавно сейчас. Выфармим так. С армлетом намного интереснее начало вот это игровое. Потому что так чуть попроще келять. И надо вообще без остановки келять. Без остановки келять. Кто там внизу дерется? Ага, вижу. Хорошо, погнали пацанам помогать. Ману сразу накинем. Два, догон есть. Хилочку сразу себе на лицо. Ну, тени, наверное, будет здесь проходить. Сейчас мы аккуратненько стоим, подождем. Подождем. А, не, дядь, ты шо? Ты шо, дядь? Пойдет. Так, это пойдет. Нес я не хочу ломать, давайте хилочку накинем. Побежимся отсюда. Так, 300 хп все достаточно. И жизнь там тролль топорами кидается. Погнали. Тпшка есть? Тпшка есть. Пройдемся куда-нибудь. Ай, тени, там поддерживает контору все это. Блин, выкорщил лох. Блин, у меня маны на догон нету, просто не хватает. Погнали, поможи делать. Палхивок еще нифига. О, доранговая, как он говорил, доранговая чудище. Доранговая чудище, говорит. Так, это есть. Честь. Еще догона хочу. Инвокер там тп сразу увидел, начал делать тп. Хорошо. Пока догон гейминг работает. Пускай с догоном это круто. Это круто. Пойдет бы на базу. Отлично. Так, третий догон есть. Все, давайте покупать себе дагерочки аганимы. Дагерочки аганимы, очень хочется сделать себя. Труф внизу спокойно фармить. Давайте круфу слетаем. Круфу слетаем. Хорошо, главное, чтобы фулл мана была. Остальное приложится. Фулл хп будет. Кто там идет, тролль идет, да? Тролль фармит, наверное. Блин, это такой бред, на самом деле. Это комбинация, это просто трэш. МХ, 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 говорит. Алхимик с доггером. Кстати, молодец, так реактивненько решил. Креактивненько. Так, это будет 13 фраг, да? 13 фраг, дядя, стой. Подожди, подожди. Подожди. Ну, алхимик, ну, стопэ. О, ванды есть? Дай ванды ему. Дядь, ну дай ванды. Это жестко. Так, догончик. Есть. Догончик еще. Не могу остановиться, чтобы не проповать его дальше, ребята. Это болезнь. Когда вы играете через догон, вы всегда хотите его пронапывать. Гоу. Гоу души, дядя. Огни, просто. Гоу, 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 гоу. Все, это изи. Майнлакера полечу. Есть. Ой, жестко. Ой, ой, ой. Армалайт, включи, да? Ой, ой, ой. Дядь, не надо. Дядь, не надо. Дагончики есть. Такой бред, я вам отвечаю. Он просто ваншотает, типа, считается. Типа, вы делаете набег. Набег просто ультимативно и догон просто. Он убивает. Это, блин, ну это смешно, да. Это смешно, но, блин, это реально работает. 180 маны есть, это фрифраг просто. Любой просто, кто выскакивает, просто убиваешь. Даггер надо, сейчас даггер возьмем. Даггер сейчас возьмем. Не знаю, ребята зажались там. В фреграундах. Гоу, попробуем. Ах ты, силу бьет. Опа, а тут я в спине. Да я заберу его. Оп, сюда. Пайс. Подобузили Маену. Это даггерочки. Жесть. Сколько там фрагов уже накеляли? 17. Хорошо. Роль на Роши, говорит. Откуда инфа? Куда инфа? Так, мне даггер надо вот так. Заметил. То есть я заметил, это что, МХ-шник что ли? МХ-шник, походу, да? МХ-шник, походу, да? На Руфе. На Руфе. А не. Дядь, ну тут как бы и без варика. Дагон я не буду, давай, с руки зубы. Горит у инвокера. Горит. Так, на четверку ставим, да? Погнали. Кто там? Инвокер в лес и сидет. Давайте просто инвокера до жжения жопного доведем. Сейчас он пойдет, куда там он идет. В лес он пойдет, интересно? Нет? Или да? И сюда. На инвокере. Куда ты делся на инвокере? Бежал прям на инвокере. Хитрый. Кси-3. Ребята, там ФФ, походу, сейчас напишут уже. Фановая катка, ребятки. Напоминаю, что это фановая катка. Так собираться не нужно. Это чисто парофл гейминг. Парофл гейминг. Специально. Для вас. От меня. Контент. По кайфу. По рофлу. Так, хорошо. Дагон у нас есть, да? Пятерка. Дагон пятерка. Дагон пятерка у нас получается. Да, приходит, прыгает сразу в ультую. До свидания. Тролль развернулся и ушел. Фиг. Никого нету, да? Плохо. Плохо без вижена играть, да, парни? А МХ? Нет, надо МХ качать. Это что вот это за дела? Так, ладно. 18 фрагов у нас есть на 21-й минуте. Кто там еще что там хочет сказать? Ультимейт. Оу-йо-йо. Не надо, дядя. Оу-йо-йо. Оу-йо-йо. Вот это куда я попал, Альби? Куда я попал, Альби? Блин, Омник красава. Пришел просто задушить. Все, что надо сделать. Омник красава. Дядь, ну это что? Ух ты, лотар гейминг. Такое себе, что два лотара это сила. Два лотара это сила. Догон пятерка. О, хороший. Отлично. Пойду на базу схожу, наверное, да, ребятки? Погнали. Изэриал возьму. Хорошо. Чтобы догоном пользоваться. Это что за дела? Без догона вообще никак. Погнали. Ребята там лотары понапокупали. Лотары там. Есть. Омник красава. Делает вещи. Так, есть. Просто. Ультимейт. Убийство. Надо было вообще Аганим сейчас сделать. Нафиг я гасту покупаю. Надо было Аганим делать. С теником там нападение. Смотрите. Найкс за грызых. Заграбись. Заграбись, Найкс. Надо было Аганим делать. А я тут делаю. Дагон. Ой, Дагон. Изорил. Зачем? Не понял. Сам не понял, зачем. Жесика. Жесика получается. Тогда начнем делать Аганим, правильно? Жесика. Бедный Рубен. Рубен Арутович. Извините, конечно. По-моему, в МГГ. Ребята, ломают там вовсю. Жесть. Но фановая катка. Фановая она и есть. Фановая катка. Правильно. Фановая она и есть. Фановая. Жесть, я их просто с колодца не выпускаю. Не надо. Кидать меня не надо, дядя. Оп. Жесть. Ой, жестко. Ну, это Аганим, парни. Давайте Аганим купим. Хорошо. Это жестко. Давайте Аганим нафармим. Можно еще фражочек, в принципе, сделать. Е-е-е, она закинуть может. Браконьер. Артемий. Какой Артемий? Ты что, дядя? Прикурил что-то. Так, Аганим есть. Он так не играет, поздно. О-о-о, другалек мой, поверь мне. Хорошо. Ребята доносят ласт в сторону, но мы успеем тут сделать вот такой билд. Хорошо. Отлично. Да не повербил. Да, конечно, не повербишь. Что тут вербить-то? Оп. Хорош. Жесть. Такая имбовая стратегия. Жалко, у меня ребята фастово решили закончить. Ну, получается, такой хускар у нас киллер. Хускар киллер героев, получается. Можно даже под колодцем это делать. Да с любым героем это можно делать, в принципе. Кто там у нас еще? Кто самый плотный? Вот так вот делаю, да? Жесть. Такой бред, ребята. Это такой бред, я не знаю. Вот такой-то бред получился у нас. Друзья, ну вот на этом как бы закончим, наверное, свой гайд. 26 минут, ребята, выдержали. Уф. Прошлая катка, конечно, у меня в этом билде была покруче, поинтереснее. Она была с лютыми качелями. Но, к сожалению, она была проигрышная. И там особо не на что, так знаете, посмотреть в конце. Потому что проиграли прям вообще в ноль. В нолину проиграли. Оп, хорош. Не надо, дядя. О, так могу подраться еще. Ди-джи. Ну, сколько? 28 фрагов я оформил, друзья, получается. 28 фрагов есть. И на этом все, парни. На этом все. Гайд, я считаю, оконченным. Спасибо всем, кто сегодня посмотрел этот гайд, кто поставил лайк, кто подписался на канал. Ребятки, не забывайте, что гайды выходят сейчас немного реже. Где-то, наверное, 3-4, может, 2 гайда в месяц. Потому что гайдов осталось не так много на ре-записи. В целом, в целом, что я могу сказать? Очень другого много контента на канале. Другого контента. За руку стримеров всякие фишки. Потом еще какие-то фановые видосы. Это все есть на канале. И не забывайте, что видос сейчас выходит каждый понедельник и четверг. Спасибо, на этом все. Ребятки, всем удачи, всем успеха. С вами был Ксеназус. И до скорого. И вот тут еще вставочку сделаю такую небольшую. Все, начинаем. Субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok. Продолжение следует...